Аплодисменты Уважаемые друзья, наша встреча сейчас начинается, но разрешите перед встречей представить вам Чистяков Юрий Назарович. Это вице-президент региональной общественной организации Содружества Творческих Сил награждает Николая Викторовича Левашова. Будьте любезны на сцену. Здравствуйте, Николай Викторович. Прошу заслушать диплом, которым награждает Межрегиональная общественная организация Содружества Творческих Сил Николая Викторовича Левашова. Глубоко уважаемый Николай Викторович, Президиум Межрегиональной общественной организации Российской Федерации Содружества Творческих Сил на внеочередном заседании рассмотрел вопрос о награждении Вашей высшей общественной награды Содружества орденом Михаила Ломоносова с бриллиантами. И постановил наградить Николая Викторовича Левашова, отмечая неоспоримые заслуги перед Отечеством в деле обретения исторической правды о славяно-русской цивилизации, существовавшей на Земле в течение сотни тысяч лет, давшей возможность существовать нынешней человеческой цивилизации в ее настоящем виде, за заслуги в области энергоинформационной физики и ее влияние на человеческое общество и мозг каждого индивидуума, за заслуги перед нынешней цивилизацией, которая не раз даже в последнее время находилась под угрозой повреждений и даже уничтожения как таковой, за заслуги по борьбе против сил, препятствующие развитию этой цивилизации в направлении добра, справедливости, установления божественно-космического порядка жизни, за заслуги в деле воспитания в человеческом обществе указанных идеалов, пробуждения причастности человека и его мозга к космическому порядку светлых Вселенных, за непосредственное участие в деле исправления человеческого организма и заболеваний, с них связанных, а также в связи с 50-летием, совпавшим с 300-летием со дня рождения вашего предшественника по духу Михаила Васильевича Ломоносова, вы также, как Михаил Васильевич, прошли тернистый путь к признанию своей миссии на нашей земле, предназначение в судьбе нынешней цивилизации на Менгард-Земле и испытали противодействие темных сил так же, как и он. Аплодисменты. Позвольте мне прочитать один стих, посвященный стихотворению Пушкина «Пророк», а предназначается это для вас. Это не про меня, в любом случае. Нет, предназначается вам. А, предназначается. Да. Ну, это хорошо, но не про меня. Духовной памятью томим, в пустыне жизни я влачился. Дух русов-прадедов моих вдруг предо мной появился. Перстами легкими, как сон, в моих очей коснулся он. Отверзлись вещи зеницы, и взгляд стал зорче, чем орлицы. И он к устам моим приник, и вырвал бедный мой язык, косноязычный и бесправный. И жало мудрые змеи в уста отверстия мои, он шуется и мне вложил кровавый. Моих ушей коснулся он, и внял Медгард земли ястон, и вою злобных темных сил, что в ад в осию превратил, могилы предков осквернил. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вину, и уголь, пылающий огнем великих предков, мне водвинул. Моей головы коснулся он, раскрылся мозг мой, как бутон, и восприял я предков силу, рассенов, русов, асов, скифов, скалотов, раругов, сарматов, трудом, что защищали ратным свою жизнь и своих потомках тысячелетия от сил темных. Мой мозг оружием мне стал, дробя всех темных сил металл, и их убийство ущищрение, Медгард с земли порабощение. В предгоре балки я лежал, и светлых сил мне глаз возвал. «Восстань, пророк, иди на битву, и чем дано вооружись, восстанови ты, русов, силу, и ордых темных сил рассеяв, восстанови твой дом, рассею, и на земле планете жизнь. И вот с тех пор вперед иду, и силам зла несу в виду». И последнее. «Сквозь огонь и дым пророка иди, во имя жизни победи». Наша встреча продолжается. Пожалуйста, Николай Викторович. Благодарю всех, кто сегодня пришел. Надеюсь, мне удастся ответить на максимальное количество вопросов. Но все-таки я сейчас пророком считаю, я признаюсь за теплые слова, но ни пророком, ни так далее, и так далее тоже все не считаю. И считаю, что каждый из нас, кто действительно любит и гордится своей страной, своей Родиной, должен сделать все, что он может, для того, чтобы это было восстановлено истинно, правда, справедливость. И каждый должен делать по мере своих возможностей. Я делаю по мере своих скромных возможностей, что могу. Может быть, могу больше, но ленивый чересчур. А теперь насчет символики. К сожалению, Михаил Ломоносов не имел возможности, как мы сейчас имеем интернет, потому что, как вы знаете, что он написал книгу «История государства российского». Слышали такое, да? Но при жизни ему ее издать не дали. Только после того, как почему-то он умер, его «заглядый враг», «друг» в кавычках точнее, Миллер издал его книгу. Вопрос. Почему при жизни тоже Миллер не издавал его книги? А после того, как он умер, книга была издана. Думаю, отвечать на этот вопрос не надо, вы сами понимаете, почему. Все, что касалось наиболее важных моментов, то, что было в этой книге, было изъято, и то, что осталось, только шелуха была напечатана и так далее. Но даже то, что осталось, там очень много интересного есть. Но представьте, что было бы, если бы все, что он, что он Михаил Ломоносов планировал, что он написал, было бы изданно. Но, к сожалению, не только сегодня не любит правду о Руси. Неважно, как она называлась, потому что названий много, и названий племен много было, хотя на чем манипулируют наши враги? То, что используют наше с вами невежество, в том числе. Потому что приходили из других стран, спрашивали, «А вы кто? А мы люди князя Сармата. Вот они становились Сарматами. А вы кто? А мы люди князя Скифа. Становились Скифами. Ну и, может, кемерлинцы и так далее, это может быть бесконечности. Но вопрос всегда возникал, на каком языке они говорят, как у культуры и так далее. И все оказывается, что все они были и генетические, и языковой культуры, именно русы по своей сути. И получается, что таким образом получили разделение. И хотя бы вопрос логический давали. Те же самые Скифы занимали огромное пространство, были многочисленными племенами. И вдруг в один день исчезли. Все. Вот были, ну хорошо, если они исчезли, должны быть, допустим, какая-то жуткая война, правильно? Когда враги пришли и всех одно вырезали. Ну это резать сколько надо, это не так-то просто вырезать всех до одного, правильно же? Никаких войн в тот момент, когда они исчезли, не было. Никаких нашествий, врагов и так далее, и они исчезли. Да никуда они не исчезли, они просто стали, их стали называть по-другому. И очень удобно. И получается, что это не наши предки жили, не наши предки творили там вавилонскую цивилизацию, там шумерскую цивилизацию, и т.д. и т.п. В Индии, как вы знаете, тоже помогали строить цивилизацию, как в Центральной Америке, ну и т.д. Наши предки помогали поднимать Египет, и т.д., и Китай тот же самый. Оказалось, что все оказались мы варварами с вами, а все кому помогали, которые получили только маленькую толику того, что им можно было дать. Потому что, когда я беседовал, я повторяюсь, но может что-то не слышал, женщина, которая имела титул Махатмы, я спросил, а откуда в Индии появились веды? А это семь белых учителей пришли из Зигмалаев и нам дали. Во-первых, уже лгут, что это их веды, значит, им дали это. Уже ложь, это к светлым силам не относится, с моей точки зрения. Они. Второе, я теперь говорю, а скажите как, если кто-то приходит в детский сад или в ясли, они что, начинают читать квантовую физику? Она говорит, нет, конечно. А что? Я говорю, алфавит и громад, только азы. Вам были даны азы, вы эти азы извратили, исказили, выдали свое, и вы продолжаете считать, что вы это носите к светлым силам. Так вот, то же самое сделали почти все. И с Египтом сделали, и с Китаем сделали, и не только Китай сделал, он еще потом было уничтожить, когда было тяжелые времена, семь с половиной тысячи лет назад, уже с лишним. Они пытались пользоваться моментом, пытались уничтожить тех, кто им дал все, что они потом используют, против дающих. Благодарность, конечно, шикарная, да? А что мы видим, благодарность, даже, так сказать, давно было, а что, далеко ходить нужно? Пускай, так сказать, много нюансов существует, что было, допустим, при войне с Наполеоном, так русские солдаты полегли, освободили всю Европу, к тому же, не присоединились к себе территории, правильно? Ничего не присоединили. Вернули тем странам их территорию, даже строй сохранили. Во Франции монарх, король французский, попросил тогда Александра I, чтобы он вернул в основном монархию во Франции. Он сказал, нет. вернул и так далее. Как нам отблагодарили? Нужно объяснять. Даже территория, вы знаете, что территория Мальты после разгрома Наполеона должна была перейти к России. Знаете об этом? Не все, да? Но теперь знаете больше. Так вот, англичане нагло захватили территорию после того, как Россия спасла Европу от наполеоновского охвата. и сказала, будет новая война, если хотите, но мы это вам не дадим. Ну и так далее. И вот, знаете, иногда думаешь, а какого черта тот же самый Александр I, все интересы какие-то страны, хотя бы взял бы с них контрибуции за, как говорится, расходы военные и так далее, и так далее, и так далее, чтобы стране хоть польза была от этого, так сказать, всех остальных освобождал русский народ. Чтобы семьям погибшим поддержку была, ничего не было сделано. И так не только. Вторая мировая война, не нужно объяснять, да? Вот говорят, вот навязали там социалистический режим. Ну, правда, правда. А что навязывают сейчас американцы, в частности? Что навязывают? Они называют диктаторский режим, в принципе, ставят правительство, что не нужно ходить сейчас, что происходит в Сирии, вокруг Ирана, фальсифицируется все, идет мощная информационная война. Да и против России ведется, ими же. Вопрос. Балладарность хорошая за то, что наши предки делали? Почему-то, вы знаете, нам, мне кажется, да, это хорошо помогать соседам, но когда сосед вонзает в спину нож, то второй раз мы подумаем, а стоит помогать такому соседу, правильно? Может быть, все-таки сосредоточено на своих проблемах, у нас проблем, конечно, нигде нет, да? Своих нет проблем, все примечательно, все замечательно и так далее. Вот поэтому, иногда вот думаешь так, вот ошибки наших предков мы должны учесть. И во многом, если бы не было этих ошибок, мы не показали в таком положении, которое сейчас. И начинались эти ошибки даже с того, что, вы знаете, понятие изгой, что такое, да? изгнанный. Так вот, изгнанный человек, за что изгонялись наши предки, изгонялись из общин? Знаете, за что, да? За убийство, за изнасилование, там, за тунеядство и тому подобное. То есть, не просто так вот кому-то моча в голову ударила и решили изгнать. и вместо того, чтобы наказать таких преступников, наши предки их просто отпускали, уходить. И потом, вот, изгонных становилось, особенно, во время ночи Сваровка, понимаете почему, становилось довольно-таки много, они уже собирались бандами, работать, если не хотели, начинали нападать на теленные веси и так далее, убивать уже тех, кто их не тронул. Когда, как говорится, воины собирались и их прогоняли, они уходили в пограничные зенни и дальше. Приходили, захватывали территории, где жили другие племена, менее развитые, захватывали, превращали в рабов и так далее. И так возникли многие другие народы, которые потом повернули мечи против нас, а не только потом, не только мечи. Вот понимаете, жалость, как же так, это наш ребенок, да, нам его жалко. А что потом ребенок придет и приезжает глотки без жалости своим родителям, братьям и сестрам, а это не учитывается. Просто есть выродок, а он выродок, неважно, свой выродок или чужой выродок, выродок есть выродок. Поэтому вот эта неуместная жалость, которая должна быть, не должна быть жестокость, должна быть справедливость. Вот это вот, в принципе, очень часто мешало. И даже смотрите, сколько случаев было, когда заставляли, вот, допустим, политика, что вот оскорблять тех же самых русов, может, кто угодно, без ограничений, и это не только стоит только попытаться человеку или людям отставить свою позицию, как гордость свою, сказать, мы любим свой народ, мы не позволим оскорблять, унижать. Тут же вешали разные ярлыки. Вот, в принципе, что это нацизм, расизм, экстремизм, все что угодно. Зато другие народы, которые делают преступления и вырезают людей, белых, бывших советских республик, которые стали теперь, их никто не трогает, никто не поднимает бучу, никто не возмущается. В том же желательстве сколько? 300 тысяч русов, которые даже гражданство не дают, да? Больше? Ну, неважно, много, да? И международный общественный молчит. Ни одного слова не говорит, что такое бесправедная дискриминация, нарушение права человека. И так можно продолжать, 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 продолжать. Знаете, что получается, что мы имеем право, кто никто не оспаривает, умирать? Вот это почему-то никто не оспаривает. На парях сражений, как говорится, в жутких условиях выживания. Понимаете, если бы другие страны оказались хотя бы частично в тех условиях, в которых находится большая часть людей, живущих в России, то они давно превратились в зверей. Это не просто, так сказать, оговор. Я могу сказать, когда я был в Сан-Франциске, жил, там вырубалась электричество на короткий срок. То есть, ну, специально делали, чтобы поднять цену на электричество. Ну, как везде. Не только у нас такое делают. Вот на несколько часов не было электричества. Вот скажите, у вас электричество, что вы делаете? Свечи ставите, да? Керосин лампы, возможно. А знаете, что там скинули сделать? Грабить все, что возможно. Потому что камеры не работают, понимаете, да? Я понимаю, там, кажется, уголовники бы кидались воровать, проезжая мимо. Люди обеспечены, которые на шикарных машинах останавливались, а плохо лежит, то надо взять. Это на несколько часов у них не стало электричества. И это было реальное событие. А теперь представьте, если поместить наши условия. Хотя бы месяц не воплотили зарплату. Но, извините, у нас уголовники тоже есть. Никто не говорит, что воров нет и так далее. Но большинство населения, даже имея проблемы финансовые, то есть, когда зарплату не платят и так далее, или зарплаты никудышные, не кидаются грабить все подряд попало, потому что хотят, чтобы ограбить. Правильно? Понимаете, все-таки вот такие моменты, которые действительно реально существуют, они о многом говорят. Они говорят о том, что наши люди, в принципе, совестью еще далеко не все пропили и не продали. Потому что совесть так и есть. И вот надеюсь, что совести у людей все больше и больше будет появляться. Но остается еще рабской философии, к сожалению, у людей. Вот это вот, конечно, досадно. Потому что каждый боится за себя, что вот, если я голову высуну, мне его снесут. Правильно, могут снести. А если не высуну, снесут стопроцентно. Ну, а, так, а вдруг не снесут, да? Просто, к сожалению, вот то, что социальные паразиты создали социальную среду, в которой мы все с вами росли, она имеет природу паразитическую, это понятно, да? И естественно, что влияние оказывает и даже не на только некоторые, но практически на всех. Просто многие моменты, которые сейчас не будут отрагивать, потому что это другая тематика сегодня, она приводит тому, что у людей поселились внутри именно рабской философии. Моя хата с краю, а вот кто-то высунулся, по башке дали и так далее. Почему? Потому что один высунулся, а все остальные смотрят и ждут. А что будет? Если все в порядке, ага, мы тоже присоединимся. Как мне говорили, не буду называть имена, кто и так далее, я говорю, что многие люди, которые работают в спецслужбах, сто процентов, горой за меня, понимаете, да? За оппозицию, которую я выставляю, говорю о чем? Но вот если что-то случится такое, что, так сказать, я выживу, да? То они будут поддерживать. А если не выживу, они будут действовать со соответствующими приказами. Так черт возьми, приказ кто дает? Приказ дают, могут давать те же самые предатели, которые продали по тем иным причинам. И человек понимает это. Так что важнее, честь, совесть, правда, истина или вот желание сохранить свою шкуру любой ценой? Вот когда есть желание сохранить свою шкуру любой ценой, вот этого паразита добились очень основательно. Я не говорю, что нужно бросаться на амбразуру, понимаете, да? Революцию устраивать, я против революции, потому что революцию устраивали именно те самые паразиты, которые сейчас творят то, что творят. Но то, что в стране происходит, вы уже видите, не нужно объяснять. Как все извращается и так далее, и так далее. И выдается, что великий прогресс в России сделан. То, что единственное, что хорошо, что нужно признать, что Россия пока еще целое, единое государство. Хотя давным-давно планировали, чтобы ее растащить на куски, сожрать и вообще превратить нас уже не в рабов, которые не понимают, что не рабы, а в рабов, которые понимают, что не рабы уже полностью. У вас желание есть стать рабами, которые в ошейник еще повесят на шею? Я думаю, что нужно снимать и тот ошейник, который невидим, незрим, который существует. И опять-таки, оружие наше, не кулаки, потому что кулаками здесь ничего не добьешься, а информация, знания. потому что, когда люди действительно соприкладываются с истиной, большинство начинает просыпаться, а вот этого и боятся больше всего. Понимаете, были бы рады наши враги, если бы кто-то там революцию затеивал, там беспорядки, им только на руку. А вот, когда люди просыпаются, начинают понимать, что и что, как и что, вот этого для них смертельное поражение, и они бесятся от этого. И вот наша с вами задача, по крайней мере, то, что я делаю, пытаясь через свои книги, то, что встречи, пытаться именно это и делать, донести людям понимание, чтобы люди начали понимать, просыпаться, чтобы они начинали гордиться, кто они, в какой стране живут, а из того маленькой толики, что мне удалось раскопать, уже, гордиться есть чем. Это, я думаю, уже знает каждый, кто сидит здесь. А это только маленькая толика. Ну, в принципе, по истории, которые прошли, то есть не истории, слово известное, поэтому приходится пользоваться, а правильно высказать, по летописям, которые я веду, хроники, пишу, я просто, это не из каких-то, как мне некоторые пишут, а его допустили, какие-то там тайные, с книжками, и так далее, и так далее, мы разрешили, никто мне ничего не разрешил, потому что такую информацию никто никогда не разрешит выпускать, понимаете почему. Это знания, которые были мной приобретены в результате моих исследований. Когда я приходилось натыкаться на некоторые книжки, интересные артефакты, которые я выискивал, и моя жена, которая погибла, тоже искала все, все это аналитически обработать, собирать вместе, анализируют целые аспектов прошлого, и так далее, и так далее, и в результате возникло то, что написано в России, криклала, которую сейчас еще считают запрещенной. А другие книги, это действительно, опять-таки, мировоззрение. То, что делали паразиты все это время, они ступенька за ступеньки уничтожали у нашего народа мировоззрение. То есть, пока у людей нет мировоззрения, пока они не понимают, для чего, зачем и где они живут, такими людьми очень легко управлять. И вот то, что мне действительно радует, особенно молодежь, пишет письма, что вот они, так сказать, вели жизнь, так сказать, свободно, в кавычках, делали все, что делали, потому что они не понимали, не знали, зачем, для чего им вообще жить, не видели смысла жизни. И поэтому, если нет смысла жизни, можно пускаться во все тяжкие, а чего ж, как говорится, первое время чего, помните, так сказать, картина есть, и произвинись, так и здесь. Но когда человек обретает смысл жизни, он становится уже непобедим, если он не струсит и не уйдет, как говорится, не спрячется где-нибудь. Поэтому наша с вами задача именно пробуждение, и чем больше людей проснется, тем больше шансов у нас с вами возродить и великое прошлое нашей страны, сделать великое настоящее и великое будущее. Потому что без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего. Это не я придумал, это все знают, и поэтому делают, в первую очередь, уничтожают прошлое. Когда человеку внушают, что он ничтожество, что он вообще скотина или хуже животного, как Гундяев заявил, кто Гундяев, не нужно объяснять, да? Или не знаете? Патриарх Кирилл, кто заявил в прошлом году насчет Мефодия Кириллова, который такое же отношение к русской письменности имеет, как я к китайской. Я большое отношение к китайской письменности имею, как вы думаете? Большое. Большое, да? Ну, тогда неудачный пример я принял. Так что, понимаете, вот здесь мы и с вами собираемся для того, чтобы действительно один человек многое может сделать. Можно многое сделать, и мне приходит кое-что делать. Но практика показывает, что независимо, что ты будешь делать, паразиты повернут в свою сторону пользу. Потому что нужно, чтобы люди проснулись, нужно, чтобы люди понимали, кто они, что они и для чего они живут. Потому что пока человек не понимает смысла своей жизни, а что? Ага, вот родился, пропыхчу, прокопчу и сдохну, да? И все. И тут, значит, нужно как можно лучше прокоптить. Так, чтобы коптить, чтобы за километр было видно копоть, да? А вот когда человек понимает, он уже понимает, что коптить ему совсем не нужно. Наоборот, копоть и разгонять нужно. Тогда он и жизнь свою проживет достойно, и сделает, и свой смысл жизни обретет, и его реализует. Без чего, в принципе, не имеет смысла нам с вами жить. Мы рождаемся не того, чтобы кушать, спать там и ходить на работу, продолжение рода, что тоже важно. Но это только часть того, что и кто есть человек. Человек не просто физическая оболочка, а гораздо больше. И вот когда человек поймет, что он не только физиология, а нечто большее, и начнет это реализовывать, вот тогда у нас люди станут творцами. И в любом деле. Творцом можно стать на любом месте, в любой деятельности и так далее. И тогда, когда человек будет творить, он действительно будет перебражаться, и вот просветленное знание, которое при этом наступает, оно реально осязаемо. Человек действительно будет чувствовать, и вот состояние просветления неэффективное, а реальное, дает человеку столько, что не даст ничто другое никогда. Никакие наркотики, ни такие другие удовольствия от слова «уд». Понимаете, да? Слово «уд» знакомо, наверное, тоже большинству, да? А я бы сказал, просветление дает радость. То есть просветление дает ощущение ничем не соизмеримое. Если кто-то испытывал, наверное, вы поймете меня. А кто не испытывал, я надеюсь, что вскоре вы испытаете. Именно просветление, когда душа наполняется благостью не в том смысле, какой благостью религии говорит, а именно словами невозможно перед вопросом. Многие слова, к сожалению, уже или потеряны, или принципиально искажены. Теперь вернемся к нашим баранам, то есть теме. Значит, как обычно, в наших баранах я начинаю от того, что скачивали книг. На данный момент, на двух сайтах, как обычно говорю, скачено 2 миллиона 799 тысяч 379 книг. То есть за январь и неполный февраль. Так что продолжается, скачивание, конечно, чуть меньше в феврале скачено, чем в январе. Ну, флуктуация скачивания всегда происходит, но это не самое главное, не самое страшное. Но главное то, что желаемого, так желаемо врагами, что, типа, люди, а, кинутся, прочтут, и после этого им плевать на все, и забудут, не просто, наоборот, все больше и больше людей продолжают скачать книги, все больше и больше интересуются, и все больше и больше людей пробуждается. Так же, как и посещение на сайте, уже скоро будет 5 миллионов человек. Сейчас 4 миллиона, сейчас 4 миллиона, 789 тысяч посещений за последний месяц, уже 300 тысяч добавилось, очень быстро идет. Так что, в любом случае, мы наблюдаем то, что, по крайней мере, то, что я делаю, то, что мы с вами здесь делаем, вот пробуждение людей, значит, оно нужно людям, и оно не останавливается, наоборот, растет, как снежный ком. И надеюсь, что это снежный ком будет расти дальше, и тогда уже мы посмотрим, и покажем нашим друзьям, в кавычках, где зимуют раки. Теперь насчет вопросов. Тут, начнем с вопросов. Тут есть с интернет, но уже поступили вопросы из зала. Я начну с вопросов из зала, потому что все-таки, вот первые поступили эти, с этих начну, потому что все-таки вы приехали, вы имеете преимущество перед тем, кто не приехал. Согласно с рамой, вблизи Земли реально появится беловатая звезда, планируется ли появление вашей белой звезды вблизи Земли для совсем рапорожения на Земле. Ну, во-первых, скажем так, толкований на странах столько много, но так, ведь Ивато законспирировал свои предсказания, что толкуют все десятки людей, и все толкуют по-своему. Насчет, я не встречал с этим толкованием его предсказаний, но, опять-таки, белая звезда, о которой мы говорили, она уже появлялась около Земли, и она уже появилась, это было сообщение, даже заснято Хаббл-телескоп, был использован, засняли фотографии, все это реально существующий объект, и она ушла, потому что они и так приходили, чтобы забрать нас со Светланой. Мы отказались. После того, как мы отказались, они ушли, то есть они приходили, чтобы мы слушались с ними, потому что задача была такая. И исчезла. И как забавно, что появилось, начали говорить, что это центр Вселенной, т.д. и т.п., а вопрос, потом оно исчезло. И сразу все замолчали. Куда же исчезло центр Вселенной, который нашли случайно, да, над тем, если по телескопу. Поэтому задача не приходила, не уходила заниматься делами Земли, для этого есть другие, те, кто делает эту задачу. Поэтому, если это толкование правил, беловатая звезда, это белая звезда, то она уже была и ушла. И задача была совсем другая. Следующий вопрос. Вот спрашивают о знаке Трелисника. Дело в том, что в кавычках друзья пытаются присутствовать, что это масонские знаки и так далее, и так далее. Так слышали, да? Ну, во-первых, когда появилось масонство, и когда появились эти знаки, даже та же самая шестиконечная звезда появилась за сотни тысяч лет до того, как иудеи появились на горизонте. Если бы попадалась книга, если ты еврей, книжка такая выпущенная, они сами четко пишут, что начало еврейского народа как раз совпадает с покорением нашими предками Индии. Помните, Трелорийский поход и так далее. Ему не более пяти тысяч лет всего от роду как народу. Поэтому, а знак шестиконечной звезды это никакого отношения к Давиду не имеет, во-первых. Существовало сотни тысяч лет до этого. Так чья это звезда? Просто взяли знак и исказили. Та же самая и многие масоны организации братья и религиозные знаки наших с вами предков искажали, смысл их извращали. Значит, что или как свастику специально. Ведь свастика не... Вы знаете, что в Германии фашизма не было? Знаете об этом, да? В Германии был социал-национализм. Фашизм был в Италии. Это совершенно другая экономическая система, которая военным и идеологическим объектам никакого отношения. Но все подклютили, так что фашист. Почему? Потому что национал-социалистик очень хотели спрятать, слово социалистическое. Так значит ли, что знак свастики нам теперь пытаются навязать, что ему нельзя пользоваться? Ему сотни тысяч лет. И в той же самой Индии, и на Тибете, и Китай, и Япония до сих пор свастик знак используют, и ничего. А вот если мы возьмем знак свастики, нам что превысходит сразу фашизм? Хотя то, что у гитлеровцев было, был знак обратной свастики. Вы знаете, что как вращение по-часовой, против-часовой, одна свастика означает... Вообще, что такое свастика? Знаете смысл? Это символ нашей галактики. Потому что наша галактика имеет четыре рукава, вот и когда вращается за вихрением и такое получается. Она отражает просто символ галактики. Имеет ли это отношение к гитлеровской идеологии? Как вы думаете? Никого. Так вот, трехлистник, он нашей предкой почитался всегда, в принципе, и означал, как вы думаете, что? Явь, Навь и Правь. Вот три лепестка жизни. То есть, живой мир, мир мертвых и мир Прави, то есть, где боги действуют. То есть, те люди, не в том плане боги, как сейчас понимается, а те, кто вышли на уровень творения, где творятся законы существования цивилизации. И где формируется именно правда, так сказать. Поэтому слово правь, правда о своем праве. Так что знак трехлистника не что иное, как символическое отображение единства всех их трех сил, трех уровней. И так же, если кто изучал руны славяно-арийские, там тоже разделение три уровня. правда, многие-то не понимают, что три черты означают именно три уровня яви, нави и прави. Поэтому здесь, если кто-то будет говорить какую-то ахинею, вы прекрасно знаете, что этим знаком они сотни тысяч раз старше всех тех псевдоорганизаций, которые возникли после, которые присвоили эти знаки. и они относятся не к ним, а к нашим с вами предкам и принадлежат. Так что это наши знаки и ничего отношения к неким дьявольским типа сатанистам и тому подобное они не имеют. В чем сущность эффекта Джани Бекова, да? Не знаком с эффектом, поэтому ничего не могу сказать. Вопрос второй, что такое совесть, как она работает у всех людей, она есть. Вот этот вопрос хороший. А у всех людей совесть есть. К сожалению, не у всех. Почему? Что такое совесть? Совесть, с моей точки зрения, она у многих по крайней народов, живущих в России, она все-таки пока еще сохранилась в довольно большом масштабе, потому что у других народов ее вообще нет. даже понятия совести нет. Чем она обусловлена? Вот если в принципе те цивилизации, которые создали колонии на Земле, которые были нашими предками, естественно, они древние цивилизации, которые начнут миллиарды лет эволюции. Естественно, миллиарды лет эволюции отражались на уровне генетики. Это, думаю, понятно всем, да? и когда наши предки приехали и потом их опустили на уровень примитивного каменного века, потом в 13 тысяч минут наши друзья, товарищи, в кавычках, создали такую ситуацию. Да, массовое понимание опустилось в том, что люди стали безграмотно, забыли многое чего, но на уровне генетики все это осталось. И на уровне генетики у многих людей, живущих в нашей стране, именно коренных народов имеется в виду, не пришельцев, на уровне генетики сохранилось понятие справедливости. Вот когда человек живет по справедливости, вот у него внутри, если он видит или сталкивается с чем-то несправедливым, у него начинается, как говорится, внутри возникать ощущение неприятное, что происходит что-то не то и так далее, и вот его начинает думать, а стоит ли такое делать, а я это неправильно и так далее, и так далее. Чем менее развитое существо на уровне генетики в первую очередь, тем ему сложнее достичь состояния совести, потому что качеств неработанных, то есть в большинстве случаев у большинства людей совесть срабатывает на уровне генетики. Вот у вас было такое ощущение, болезненное ощущение справедливости, есть ли у кого-то здесь такое чувство, поднимите руки, ну посмотрите сколько людей, сидящих здесь, которые ощущали болезненное чувство не справедливости, потому что все внутри рвется возмущение против того, что происходит, правильно? И в многих случаях, по крайней мере, человек сам, есть два, две стадии проявления совести. Первая стадия, когда человек вот имеет такое внутреннее возмущение, не делает это сам, это уже шаг вперед, конечно. Второй шаг, когда человек, видя несправедливость, пытается не допустить справедливости вне себя, то есть начинает бороться за справедливость. Это уже немногие люди решаются, потому что, да, созданы условия, весьма хорошие, но есть одна притча старая, это касается притча к монголам, хотя они никакого отношения к монголам не имеют, потому что монголов не существовало в том понимании, как монголами называли наших с вами предков. Могол это не из Монголии современное слово пришло, а это греческое слово означающее великий. Так вот, было такое, что когда приезжали сборщики налогов, если люди плакали, они говорили собирай налоги, собирай налоги, собирай налоги. Если сборщики налоги приезжают, а люди пляшут, поворачивай назад, тут ничего нет. Почему же? Все забрали, обобрали. Помните, когда самую легкую пару, подобрали, обобрали, обогрели. Помните, да? Так вот, скажите, а что, мало обобрали у нас всех? Что еще есть, а, наверное, у каждого зарыт сундучок, набитый золотыми червонцами, да? Конечно, так, да? Есть, да? У кого-то есть. Это уже радует, мы можем пройти. Но большинство я понял, почему-то сундучков с золотыми червонцами отсутствует. Так вот, скажите, куда же дальше можно нас, так сказать, унижать? Понимаете, у нас в человеке человеческое достоинство. Вот я просто возмущен тем, я уже не надо, когда этот самый Гундяев, фамилия у него просто супер. гундосит, гундяев, ну, почти как гнус, но другого восприятия у меня нет. Оскорбил великий народ публично перед камерой. Обозвал, что славяне должны быть рады, что Кирилл и Мефодий им подарили письменность, а то они были хуже зверей. Это он считает тоже. Это его мнение. И почему-то никто его не привёк по 282 статье за унижение, оскорбление, разжигание междунациональной розни и так далее. Странно, да? Нигде, ни в одном средстве массовой информации никто не возмутился таким унижением нациообразующего народа. По крайней мере, пока ещё мы не все вымерли. В современной России русы составляют большую часть населения. Пока. Если, конечно, будут таким образом принимать китайцев, вьетнамцев и так далее, то скоро это изменится. Но пока ещё русы составляют большую часть населения России. Кстати, один мой друг, как раз-то, который относит народ, как считает он, татарц, мы когда говорили, с ним я много доказывал доказывал ему, что татары и русы это один народ, просто искусно разделённый. Он мне удивлённо сообщил, а ты знаешь, я выяснил, что татары стали называться эти татарами только в середине 19 века. В середине 19 века. А до этого они назывались как? Их называли басурманами в частности. Знаешь, почему? Потому что все, кто был не христианами, были казаки и христиане и казаки те же самые мусульмане. Вот те, кто был мусульман, называли басурманами. Тартарами называли. Хотя и те, и те были тартары в принципе. На картах название Московского княжества написано было как? Московская тартария. Значит, и в Москве тартары жили, получается, везде. Оказывается, тары везде жили. Так получается, или все русы, или все татары. Или так, или так, выбирайте. Потому что, опять-таки, название тартары возникло из-за того, что, когда иноземцы опять-таки приходили и спрашивали, это, опять-таки, не мои раскопки, это не мои исследования, но поэтому говорят, что только я занимаюсь возрождением прошлого нашей страны, это не совсем правильно. Очень много людей поднимают вопрос, но, к сожалению, многие из них видят картинку только кусочно. Вот это проблема. А нужно создать цену. Я пытался и пытаюсь создать ценную картинку, и именно, как я понял по реакции людей, именно благодаря тому, в день начинает появляться понимание, что очень важно. Так вот, когда приходили иноземцы, наши предки говорили, мы дети тары и тары, тара и тары. Тара и тара это защитники и покровители земли русской. И просто число тар, тар, тары, 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 тар, тары. Правильно? Мы тартары. Вот откуда появилась тартара. На самом деле, люди не считали себя тартарами, люди назывались русами. И действительно, как много случаев, когда люди говорили, что они рус, они русские, русские-то прилагательные в любом случае. Они ощущали самое неожиданное проявление, как мне написал один человек, мужчина, между прочим, сказал, когда он произнес, что я рус, он написал, что он почувствовал, как с него, как вот шахренная кожа со спины сдиралась с болью, вот сползала. Представляете, что значит правильное слово произнесенное? Девушка перед этим писала, что она руса, и у нее прошло, как говорится, просуда мгновенно прошла. понимаете, что важно, вот даже искажая слова, наши враги добиваются того, что слова предстают нести в себя то, что они несут. Ведь правильно произнесенное слово, оно воздействует на произнощающие и на окружающие. Искаженное слово ничего не влияет. И самое интересное, сказки читали многие, фильмы видели сказочные, магии и тому подобное, слышали. Может, сталкивались, видели, где, когда кто-то пытается прочитать заклинание какое-то старинное и неправильно произносит заклинание. Видели такие фильмы, читали такие, да? До тех пор, пока человек правильно не произнесет заклинание, оно не работает. Помните, да? Сталкивались с этим кто-то? Вот. Просто хочу, чтобы это было понятно. Так вот, это не только в заклинаниях, это в русском языке в основе лежит. Каждое слово, оно несет в себе воздействие и на говорящего, и на окружающих. А вот, когда его начнут менять, как бессовестный, делать бессовестный. То есть, оказывается, у бесов совесть есть. Много вы видели бесов совестью? У нас сейчас в некоторых местах, не буду указывать пальцем хотя бы слоненок, бесов столько сидит, а совесть в них много? Нет. Понимаете, и так далее. То есть, казалось бы, чего? Придумали, заменили, какие-то правила придумали. Кто? Кто нас учит русскому языку? Кто нас учил истории? Вспомните, при Романовых, кто писал историю российского государства? Миллер и так далее. Немцы, которые по-русски читать не умели, да? И они писали, кажется, летом вообще-то не назвать, они действительно писали историю. Так вот, то же самое с русским языком. Нас учат языку те, кто не является носителем коренного языка. Вот язык нужно чувствовать на уровне генетики. Вот когда человек чувствует на уровне генетики, тогда он сможет понимать язык правильно. А когда создается искусственно, но не случайно, вот, знаете, случайно, может быть, один раз, или как в том анекдоте про человек, который приходит к психиатру и говорит, доктор, я был дрезином пьяный, свалился с девятого этажа и ничего не сломал. Доктор посмотрел на него, посмотрел, да ничего не сломано. Это случайность. Через некоторое время то же самое ситуация, он опять сваливается с девятого этажа и тоже ничего не сломал. Приходит он, тоже случайность. Третий раз он приходит и доктор говорит, а это уже закономерность. Так вот, сколько нам нужно падать с девятого этажа, Ну, может, все пьяные, но все равно потом-то, когда похмелье приходит, все понимают, что упали, что они не надяты уже находятся на земле, чтобы понять, что это закономерно идет война информационная, в том числе на уровне языка. Сейчас уже даже в школах русский язык не изучается, даже искаженный вариант, знаете, да, приоритивы английский язык. То есть уже детей готовят, что страна будет оккупирована и что вам нужно знать только английский язык. Русского языка знать вам не нужно. Неплохо? А это происходит, уже происходит. И все сидят и молчат. Сколько раз упали из девятых, каждый из нас? Скажите. Я думаю, я раз тысячу свалился и после этого все понял. Надеюсь, мы, может, до тысячи вы не дошли, но уже тоже приближайтесь к этому, да? Только мой совет, начинать понимать, что война сейчас идет, потому что силой нас никогда не могли взять. Сколько не пробовали. В самый критический момент пробуждается та самая индическая память. Для людей становится та же самая Вторая мировая война, не нужно говорить, пример тому служит. Ведь вы в курсе, что в начале войны многие наши войска даже с оружием и с парадом встречали немцев. Знаете об этом? В курсе, да? Это не ложь, это не клевета. Потому что они думали, что немцы пришли освобождать Россию от коммунистической чумы. Ну, говорится, а чем оказалось, что коричневая чума, как называемая, гораздо хуже красной чумы. И вот когда поняли, что какие-то сказали, я пришел не освобождать, я пришел уничтожать. И народ это сообразил и понял, что неважно, какая власть стоит в стране, нужно спасти Родину. И вот когда люди это поняли, те же самые люди, которые встречались с радостью пришедших немцев, многие из которых были с ними учились в наших училищах военных, знаете, офицеры немецких, в курсе это дело, да? И летчики, и танкисты, и так далее, обучались в Советском Союзе. Потому что после договора Версальского, после Первой мировой войны, Германия была решена это все. И когда люди это поняли, стали сметать и вынесли к чертям собачьим. Все те же самые немцев, и не только из России, из Советского Союза, но и со всей Европы. Но сколько жизней положили за это? 30 миллионов по самому скромному почву это получается. И об этом никто не говорит. И на Западе, вы знаете, какое распространенное мнение на Западе? Кто победил во Второй мировой войне? Америка. А вы знаете, если брать по сути, по сути, она и выиграла. Знаете почему? Потому что во Второй мировой войне, которую она сама и развязала, создала, чтобы вылезть из кризиса экономического, между прочим, она была страной третьего мира. Никакого влияния, никакого влияния на мировую политику и так далее. После окончания Второй мировой войны, она превратилась в державу мирового уровня, в которую стеклись все богатства из Тории, Германии, Англии, Франции и других стран, и из России в том числе, которая тоже закупала кое-что и платила золотом. Для меня было удивительно, вы знаете, еще по поводу Линк-Ленс, когда вот по старым американцам нам союз, технику и так далее, и так далее, в курсе, да? Но в курсе, что если бы не было этого, Советский Союз продал бы войну. Правда? Нет. Знаете почему? Потому что вся эта помощь, солдаты четко подметили, что это Второй фронт, тушенка. Помощь составляла только 10% от того, что нашей стране нужно было для ведения войны. Скажите, с 90% мы справились бы? Сами. Как вы думаете? Справились. То есть, никакого принципиального влияния, наличия, так сказать, помощи союзников не было. А вот отрицательно было. Потому что, когда все-таки они открыли Второй фронт, когда испугались, что русские войска займут всю Европу, а такой план был, у Сталина был не только остановиться, и Францию взять, и все, остановиться. Вы знаете, да? Тоже не секрет. Потому что его мечта была создать Союз Советский, Союз Советский Союз Публики Мира. Слышали об этом, да? Вот. Так вот, когда они увидели, что... А, вроде получают, что, как говорится, русские войска-то и захватят все. И они решили, пора открывать фронт, а то нам ничего не достанется. Когда они открыли Второй фронт, и против Второго фронта действовало 10% дивизий из 100 немецких дивизий. Самых неопытных, самых слабых дивизий. Потому что 90% дивизий были на Восточном фронте, имеющие опыт и т.д. и ПП. Забавно получается. Те 10% опыта, помощи предоставляют России, а против Западного фронта действовало 10% немецких дивизий. И эти 10 дивизий, которые большинство не имели опыта, в основном стояли из призывников старшего возраста, то есть солдат Первой мировой войны, которые уже пожилые люди были, и молодежи только зеленые совсем, которые пороха не нюхали. Они в пух и прах разбили союзников. Вы знаете, да? И союзники тут же завопили. Как же так? Наши ребята гибнут. И наши идиоты, по-другому не назову, вынуждены были начинать, в том числе, Белинскую операцию. Сначала Варшавскую операцию начали. Потому что, извините, поляки нам предъявляют претензии, то, что вот, когда польские патриоты подняли восстание в Варшаве, советские войска стояли и смотрели, как немцы уничтожают патриотов. Слышали такое виние, да? А вы в курсе, что подняло восстание, так сказать, эмигрирующего в Лондон польское правительство, которое было, так сказать, делало все, что можно было только повредить. Почему? Потому что, не согласовав с советскими войсками командованием действий, они подняли восстание раньше. И вынуждено было наше командование приступить к операции, не закончивая подготовку. Это стоило сколько тысяч жизней? Я точно не помню, сколько? 300 или 500 тысяч жизней? 600 тысяч. О, извините, 600 тысяч наших солдат. Парней полегло. Только из-за того, что... А сколько поляков полегло? Несколько тысяч, да? 30. Ну, тоже плохо. Но 30 тысяч и 600 тысяч наших ребят полегло. Из-за того, что те, извините, начали, когда им Камача в голову стукнуло, не согласовав. И после этого поляки смеют говорить, что, типа, поляки умирали, а русские стояли, да? Беренинскую операцию тоже начали заранее. Раньше срока не подготовившись. И, опять-таки, потому что Западный фронт полностью, так сказать, второй фронт полностью, так сказать, был в плачевом состоянии. Опять, при взятии Берлина более миллионов погибло. Да, я точно не знаю, не специально не готовился, просто, чтобы цифры... Если надо будет потом специально почитать, найти столько было погибших. А тебе скажите, сколько погибло американцев за всю Вторую мировую войну? Знаете, сколько? 300 тысяч, да. За все время, начиная с войной с Японией, включая. И там такая трагедия. Да, это трагедия, 300 тысяч погибло. А у нас 30 миллионов. А это чихать на это. Понимаете, вот эта вот жуткая несправедливость меня, по крайней мере, возмущает. И то, что 300 тысяч американцев погибло, об этом кричат на каждом углу. А то, что 30 миллионов наших людей погибло, и то, что гибли миллионами для того, чтобы в несколько раз больше погибло наших ребят, из-за того, чтобы спасти этих американцев от англичан полного разгрома. Да, их надо было не позволить разгромить. Потому что вот, когда я копал, так сказать, информацию, наткнулся на информацию о плане unthinkable, по-английски немыслимой. Оказывается, после того, как разгромлена была гердитлевская Германия, наши бывшие союзники готовили в июле 1945-го удар по Советской армии. План назвали unthinkable, полностью совпадающий с планом Барбаросса. Они считали, что после победы люди уже устали, техник вся изношена, люди все расслаблялись, но победа, столько времени. И удар в спину будет неожиданным и рухнет Красная армия. Как раз, немножко говорим о этом, потому что недавно события были связаны с русской армией 23 февраля, хотя не этот праздник нужно праздновать. Нужно праздновать, думаю, если, может, и другие даты. Но, думаю, 3 июля был правильный праздник защитника Отечества. Вы знаете, что такое? 3 июля князь Святослав разгромил Хазарию полностью, паразит. Это была первая победа, которую мы не простили до сих пор. Понимаете, много что... Ну, пока будем считать, что праздник есть. Так вот, наши друзья-соратники, союзнички были готовы вонзить в спину нож немедленно после победы. А что остановило? Остановило только два фактора. Первый фактор, что берлинская оборонная система, которая была ссорена немцами вокруг Берлина, по всем канонам военного инженерного дела, считалась непроходимой. То есть, невозможно было преодолеть. Ну, конечно, костни наши легли, много ребят, но преодолели. Это очень испугало немцев, не немцев уже, а американцев, англичан. Второй момент. О том, что они готовили план, конечно, тоже наши разведчики работали, и наши спецслужбы знали, ГРУ знала. И к моменту, когда они планировали, я точно не помню, 14-15 июля планировали, все части были предассоцированы, то есть, поменяли свою дислокацию. А у них было уже все определено, кого бомбить и так далее. И это их остановило. Так остановило что? Что они испугались, не потому что они не захотели планы имел. Это, значит, наши союзнички, да? А теперь другой момент. Кто считает, кого считают, что победил японцев во всем мире? И те же самые американцы, как он кричит? Мы победили японцев, они кричат, да? А теперь давайте посмотрим факты. Они сбросили две бомбы на Хиросима Нагаса, это все знают, так? После этого был собран императорский совет, который решил, что делать дальше? Капитолировать или нет? Как вы понимаете, капитуляции после сбрасывания Хиросимы Нагазаки бомб никакой не было. Почему? Потому что японцы тоже не другие, и они посчитали, что если бомбы были сброшены и больше не сбрасывают, значит, больше этих бомб нет в наличии. Вы знаете, они оказались правы, потому что за несколько лет они смогли наскоблить только на две бомбы урана. И все. И эти две бомбы были сброшены. Больше бомб не было вообще. Поэтому, а какой смысл капитулировать, если больше бомб таких нет? Плюс, где находилась армия японская? На континенте. Два миллиона двести тысяч человек. На островах были только гарнизоны небольшие. И все. И армия не пострадала ни на йоту. И они вынуждены, я скажу, будем продолжать войну. Когда же капитуляция произошла? А только после того, как по просьбе уже тех же самых американцев наши войска были переброшены после победы на Германии, на Дальний Восток. И началась операция. И наши войска опять прошли через Малый и Большой Хинган, горы, горные массивы. Там были японцы возведены, опять-таки, непреодолимая система обороны. В горах, ну, фильмы были, может, кто-то видел, хороший фильм был поставлен по этому поводу. Нашим войскам потребовалось три дня, чтобы в трех местах разгромить все это. И к Линаме пошли. При этом шли через пустыню, где нет ни воды, ничего. Ведили с собой и горючее, и воду. И через месяц Квантунская армия, два и с лишним миллиона человек, было капитулировано. Только после этого, когда была взята в плен вся армия, Япония капитулировала. Потому что уже армию они выставить не могли. Это максимум, что они могли выставить такую армию. Так кто выиграл войну с Японией? Вот, вы знаете, вот все, это факты, которые не являются суперсекретными. То есть, каждый из вас желающий может покопаться и найти все это. Плохо, что вы не копаетесь. Это первое. Но плохо, что даже наши средства и информации, которые должны работать как патриотические средства, правильно же? Они должны эти же средства вытаскивать такую информацию и делать гласностью. Чтобы люди знали, что только благодаря нашему народу Япония была разгромлена тоже. А теперь следующее. На начало 20 века в Китае жило 100 миллионов, в России жило 130 миллионов. Где-то к 45 году китайцев было уже миллионов 300-400, так примерно, если не больше. Я точно не знаю, да, ну, по крайней мере, не меньше 300-400 миллионов. И вот смотрите, 300-400 миллионов китайцев легко были покорены 2 миллиона армии японцев. Вы же понимаете, что 300 миллионов могли выставить армию в 50 миллионов свободно, правильно же? Ну, хотя бы 20 миллионов. И что? Вот самое поразительное, что как в фильмах китайцы, это такие крутые вояки, да? Что они все громят направленно... Знаете, много фильмов выпускают сейчас в Китае, где китайцы были такие крутые воины. А на самом деле они воины были никудышные всегда. Только массы давить ему, когда тысяча на одного, тогда они храбрые. Потому что все их громили. Я когда копал историю Китая, там с другими связанными, накопал что-то как раз по поводу связанного с Хазарией. Что когда в 11 веке была революция, антишоковая революция, ну, кто изучал, может, или слышал, или читал, я потом писал, то крестьяне создали армию, больше 200 тысяч человек, которая полностью разгромила императорскую гвардию. Что такое гвардия императорская? Это профессиональные воины, так? А тут крестьяне. Крестьяне, что, профессиональные воины, да? Они, взявши мотыги и так далее, разгромили профессиональных воинов империи. Значит, какие они воины? Никудышные. Китайский император спохватился и пригласил тибетцев 8 тысяч, еще кого-то, забыл кого-то. Всего 16 тысяч наемников пригласили. И вот эти 16 тысяч наемников полностью разбили это повстанческую армию, которую гвардия, китайская, которая была не 16 тысяч, понимаете, да? Разбить не смогла. Ох, крутые воины, да? Но это в фильмах, которые демонстрируются. Там действительно то, что показывает, это супер. Помните, махнет одной рукой, пластами ложатся, махнет другой, другими пластами ложатся. Но это бред сивой кобылы. Но, тем не менее, этот бред почему-то навязывает. Навязывает, и нам числе тоже, в том числе. Вот мы смотрим, и на уровень подсоставившего молодежи, которые прошлое не знают совершенно, возникает определенное понимание. Что вот Китай – это мощное государство, там воины крепкие и так далее, и тому подобное. А это ложь, на самом деле. О, я опять заболтался. Следующий вопрос. И надо увлекаться, потому что тема такая. Ну, здесь спрашивают насчет господина Путина. Что вам происходит? Ну, господин Путин, с моей точки зрения, вырвал окончательно сторону. И, к сожалению, с моей точки зрения, не то, что надо. Так что делать выводы сами. Спасибо. Как определили? Ну, это долгий разговор. И поговорить можно будет об этом несколько в другом месте и в другом время. Когда, понимаете, да? Ну, вот. Хорошо. Следующий вопрос. Просто некоторые вещи нужно знать, что, в принципе, то, что было сделано положительно раньше, он не допустил развала России. Это правда. А вот остальное, к сожалению, а особенно в последнее время. Вопросы идут последовательно, как пишут. Почерк разный, странно. С какой целью приезжал Киссинджер к Путину? Ну, я уже ответил на предыдущий вопрос, с какой целью он приезжал. Понимаете, да? После чего он выбрал сторону. Ну, какая сторона? Понятно, да? Следующий вопрос. Вопрос, ну, более такой специфический. Ну, говорит о том, что человек, наверное, не совсем не в этом прочитал. Как же тогда после смерти физического тела, эфирное тело, сущное, остается при ней, ну, при нем, в принципе, при физическом теле? Тогда ведь любую сущную можно было потрогать руками. Ну, во-первых, второе материальное тело, или, как называемое, эфирное, оно не физически плотное материи. Потрогать руками его невозможно. Для того, чтобы потрогать руками, необходимо человеку сместить качественно ту качественную среду, где второй уровень. И тогда для него физическое будет станет физическим, а то будет плотное. Тогда человек может потрогать. Пока смехи такого нет, потрогать не может. Просто эфирное или второе материальное тело, что я предпочитаю называть, совершенно другого качества. И поэтому наши органы чувств не регистрируются, потому что наши органы чувств настроены только для восприятия физико-плотного мира, к сожалению. Для начала. Следующий вопрос. Это то же самое. Одного и тоже человека, поэтому... А вот записка руками написана. Так. Ну, здесь спрашивают. Вопрос хороший, в принципе. Думаю, сейчас очень многие людей, которые занимаются магией, все очень доступно. И пишут, что многие попадают, и человек сам попадают под воздействие и так далее, и так далее. Ну, вы знаете, единственное, что радует... Да, многие вещи доступны, но те, кто делает это доступно, они сам мало понимают, о чем они пишут. Естественно, даже прочитав книжку, большинство людей, даже если... Только если у человека, который есть от природы большой дар, он может что-то сделать. А если этого дара нет, читая, не читая книжку, ничего не будет. Потому что только если на уровне генетики уже заложен определенный природный талант, тогда действительно человек, прочитав определенные заклинания и так далее, и так далее, будет воздействовать на других людей. Но опять-таки, многие заклинания, которые составлялись не сейчас, а раньше, и даже на русском языке слова звучали несколько по-другому, и приостановка слов, которые часто делают при переводах, подгонять под современный язык понятия, полностью гробится, ну, на 90% гробится реальная возможность тех же самых заклинаний. Но это хорошо. И еще хорошо то, что все эти заклинания, они очень примитивные, и, к сожалению, нашими предками были созданы когда? Знаете, когда были созданы? После катастрофы 13 тысяч лет назад, когда все, кто выжили, волей-неволей оказались на уровне каменного века. Ну, представьте себе, вот сейчас всего решить, если уничтожить все электростанции, ТД и ТП, заводы, фабрики и так далее, запасов, которые есть, хватит, наверное, очень долго, правильно, потом все придет, возносится и придет, как на обитаемом острове человек окажется. То же самое. И тогда человек вынужден будет опять брать тот же самый лук, делать копье и так далее, чтобы добыть себе пищу и тому подобное. Вот такое произошло после катастрофы 13 тысяч лет назад, когда осколки фаты упали на землю. Так вот, в то время, естественно, сохранились те, кто были носителями знаний. Но для того, чтобы человека, так сказать, довести до уровня определенного, требовалось десятилетия, чтобы он развивался, формировался и достиг уровня понимания. Во-первых, далеко не каждый достигнет этого. И второе, времени нужно много. А третье, что нужно все, как говорится, уже вчера нужно было, чтобы люди такие были. Поэтому мы придумали, те, кто понимал и знал, придумали, что вот они приедут в какое-то веселье, поселение наших предков, просто тестируют людей и выявляют из них тех, кто имеет природные задатки, больше или меньше природные задатки. Но природные задатки – это только задатки, не более того. Для того, чтобы они стали творцами, то есть вышли на умное творение, это у каждого можно занять какого-то 50 лет, какого-то 40, какого-то 10 лет, но это у каждого свое. И естественно, что им невозможно было это пройти, потому что ситуация так была другая. И что придумали? Вот у кого есть такие задатки, просто им нужно просто запомнить определенные словосчитания, которые даже часто смысла не имели, потому что важно было не смысл, а каждое слово влияло на процессы, так или иначе. И вот составляли заклинания, и человек, имеющий задатки, эти заклинания произносил, входя в состояние транса, произносил эти слова, и они оказывали действие. И человек совершенно не понимал, что и как происходит, он только видел результат действия, что стоит произойти такое заклинание, получится такой эффект. Так вот, опять-таки, эффект получится только тогда, когда у человека от природы есть теленные задатки. Если задаток нет, читай, не читай, тысячи раз, миллион раз ничего не будет. Но когда нет понимания, то это слепая работа, и даже при том, что если кто-то с задатками начнет такие заклинания читать, если правильное заклинание, то, кажется, хорошо то, что много вреда не нанесет, потому что без понимания это очень опасно и для того, кто это делает, и для всех остальных. А, так сказать, правильное развитие, это когда действительно идет через понимание, когда развивается человек через понимание, он понимает, что происходит, как происходит, и тогда он же делает сознательно, и не делает ошибок, и не делает, как говорится, роковых ошибок, которые могут произойти, если человек просто скажет какое-то заклинание, не понимая, к чему оно приведет. Поэтому вот мне приходилось наблюдать вот такие явления, как говорится, когда один мой знакомый, писатель Сергеев, его научили заклинанию хождение в состоянии скалы, ну и демонстрировал на семинаре, это если кто помнит, только по-другому, потому что я не запоминал слова, но он начал произносить слова, заклинания, и он говорит, вы знаете, вот когда я ворхожусь в состоянии, моя грудь превращается как барабанок, как стучишь по бочке, и ни боли, ничего не чувствуешь, и так далее, и так далее. Но пока он произносил слова, я просто наблюдал, какие потоки идут через него, то есть, чтобы его вести в это состояние. Потом я это снял у него элементарно, потому что я уже знал, как было сделано, без воли предыдущего, достаточно было мне коснуться, чтобы снять с него все состояния. И потом уже, вот когда был у меня семинар, вот мои семинары в марте 9-го года были, 10-го года был, вот, тогда я это показывал, что уже, ребят, просто настройтесь, вот раз ввел, раз ввел, раз ввел, вы уже без слов, запомнили состояние, и потом вы сами можете, вот это ввел, запомнили ощущение, ага, вывел, запомнили ощущение, вывел, да, запомнили. И потом многие ребята, которые были задатками, между прочим, не любого это можно вести, а именно имеющиеся предположения к этому, выходили на сцену, когда, так сказать, они вот запомнили состояние, опять, без понимания, что происходит, но уже слов не нужно, они вводили себя в состояние скалы и выводили легко. И действительно, введя в состояние скалы, удары и даже оружием, под ним бы ничего не сделали бы. Так что, вот, ну, самое важное, это тоже лучше, конечно, на ощущение такое воспринимание, но все равно правильно было, чтобы было понимание, как, что происходит при том, когда возникнет это состояние. Вот, когда человек понимает это, тогда он становится творцом, то есть он творит, он управляет процессом, а не просто исполняет что-то. Следующий вопрос. Мужская часть населения и съящиеся, видно, очень сильно обрадуются этому вопросу. Как вы считаете, следует ли бороться или поощрять страсть женщин к халяве? Реакция хорошая, да? Ну, вы знаете, к халяве, с халявой нужно бороться как у мужчин, так и у женщин. А вот то, что действительно наблюдается, вот тенденция пособия молодежи, мне больно и грустно смотреть, когда молодые девушки, женщины, превратились в хищницы. Их не волнует чувство. Их не волнует ничего. Им подавают. Вот машину нужно, квартиру купи, машину купи, брюлики кипи, то купи, и тогда я твоя. Это проституция. Неужели девушки не понимают, что они становятся таким образом проституткой? И вот если этого нет, ты хороший парень, да, но бедный. Вот ты не можешь мне подарить машину, квартиру, там, брюлики? Значит, извини, подвинься, я буду искать олигарха. Во-первых, а сколько олигархов есть? По пальцам пересчитаешь, и все. Несколько сотен, может быть. А сколько девушек, охотишься на них есть? Несколько сотен тысяч, по крайней мере, если не миллионов, да? Но обидно не то, что, так сказать, есть олигархи и такие девушки. Обидно, что это стало уже нормой мышления у девушек. Не у всех, да, правильно. Но, к сожалению, у большинства. Вот это вот действительно для меня, это больно наблюдать. И вот смотришь, иногда так щелкаешь каналы, когда смотришь, потому что нужно иметь представление о том, что люди думают, что они чувствуют и так далее. Не увидишь пока людей, и иногда такие вещи увидишь, и думаешь, черт возьми, до чего довели люди, до чего люди опустились. Ведь у них, у многих, уже не осталось ничего человеческого. Скотское, скотское, скотское. И они сами не понимают, что они превращаются в себя. Понимаете, то, что кто-то хочет превратить скотину нас с вами, это понятно, почему они это хотят делать. Это их задача, их цель. Но одно дело хотеть, кто-то хочет превратить скотину нас, а другое дело, когда мы сами превращаемся в скотину. Ведь человек может не превратить скотину, может, а вот он не современный. Тут же подходит, да? И так в мое время было, закурил, не закурил, а, слабо, боишься маму, папу, да? Закурить и не закурить. У меня это не работало, не боюсь, мне это неинтересно. И сразу отлипали. И наоборот, потом все уважали. И я и в школе бы учился, и на заводе работал, и в армии служил, и в институте, в университете учился. И везде. Мои позиции, которые отличаются от моих людей. То есть я никогда не пил, и до сих пор не совершил пить, и не курил, и не курил, и так далее, и так далее. Все удивленно воспринимали, но после того, как убеждали, что у меня это позиция, как ни странно, наоборот, уважение начиналось. А те, кто тут же менялся под, постарался под толпу, тех не уважали. Просто действительно ситуация бывала, вот мне удивляло, когда, допустим, я не признаю ругательских слов, потому что считают оскорбление, оскорбление не только того, кого оскорбляют, но и тех, кто оскорбляет сам. Вот студент я был, ребята знают, что я никогда не произносил мата в своей жизни. А в ситуациях смертельных было многократно. Знаете, когда человек как раз прижмет, типа человек зарет благим матом. Нет, если не захочет. Так вот, бывала ситуация, когда ребята знали мою позицию, допустим, не видели меня, стоят девчонки нашего курса, они матом покрыли, они стоят слушают. Поворачивали, о, Коля, извини, я тебя не видел. Ребята извинялись передо мной, потому что они уважали мою позицию. А то, что девчонки стояли, которые не возмущались, им до лампочки было. Так вот, понимаете, оказывается, что не нужно подстраиваться под то, что противоречит вашим внутренним желаниям. У вас есть позиция, вы ее должны оставить. И не смотреть, не думать. Погладят вас за это погладить или не погладят. И, как ни странно, большинство людей, я и в армии офицером служил, и, как ни странно, не пил, никто меня не заставлял. Попробовали бы, заставили бы. Даже мне особо, я человек недрочливый, но когда студенты немножко пытались там показать, кто крутой, я, знаете, как брал, какого-нибудь парня покрепче брал, и вот так вокруг себя повращал его и встал на место. Или немножко так ребра сжимал, они начали трещать, встал на место, после того желающих выяснили отношения не появлялось. И бить не надо, понимаете? Просто нам, ну, шили, что мы должны бояться всего, мы должны подчиняться всему и вся. Потому что не выделяться из толпы, не быть белой вороной. А может быть, нужно быть белыми воронами? Потому что черные вороны, они черные, понимаете, в суть. Вот даже с названием белые вороны, черные вороны, да? Так, может быть, побольше было в белых ворон, тогда, может быть, и много чего по-другому было. Если бы люди поменьше боялись, вы скажете, вот, а что, а ты легко говорить, и так далее. Я могу сказать следующее. Я видел смерть многократно, меня пытались убрать столько раз, сколько должен говорить. И вы знаете, вот, а, вот, типа, у вас защита. Защиту я создавал, и когда я создавал, я не знал, выживу во время битвы или нет. Я сражался, воевал и создавал. И я, пока не выжил, я не знал, получится ли у меня или нет. То есть, это не значит то, что у тебя, ты, типа, защищен, тебе легко говорить, потому что тебя защищен, а вот мы не защищены. Ничего подобного. Каждый раз, когда меня пытались уничтожить, для меня это было первый раз, мне нужно было найти решение, если бы я не принимал, иногда решение нужно было принять в течение нескольких секунд, найти, или доли секунды, я был бы трупом. Так что, не то, что я не боюсь, или то, что я считаю, вот я защищен, и так далее, я могу говорить и делать то, что считаю нужным. Я это делаю не потому, что, как говорится, стою за защитой, которую никто не пробьет, и так сказать, я в таких условиях, а потому что, я считаю, это необходимо, потому что это говорит моя совесть, и так далее. И, так сказать, и знаете, так сказать, да, когда начинаешь сражение, страха не должно быть, потому что, если ты будешь бояться, то ты уже проиграл, потому что, когда во время битвы, любой, или когда тот же самый яд в тебя действует, ты должен упредить на доли секунды, если ты будешь паниковать, вот, я умираю, нужно что-то предъявить, решить, и так далее, убежать в больницу, в которой никто ничего не поможет, в частности, потому что это яд мгновенное действие, в любом случае. Тут нужно просто сосредоточиться и искать решение. Повезет, решение найдено будет, не повезет, решение не будет найдено, будет труп. Так что, нужно действительно, как говорится, те, кто, не боятся, может, те, кто накололись наркотиками, знаете, как идут эти самые, наколятся у них до фонаря. Важен не страх, а важно, чтобы человек в состоянии был преодолеть страх. То есть, чтобы человек достиг состояния, когда не инстинкты управляют им самим, а он управляет инстинктами. Инстинкт самосохранения существует у любого человека. Какого бы уровня, он не достиг бы. Но у человека существует еще его сознание, его убеждение, его позиции, и он уже смотря не стороны инстинктов, выжить саму, не важно как, а сомнение, что нужно делать правильно. И его нужно делать, и ему не важно, погибнет он в этом, во время этого, или не погибнет. А важно, чтобы бороться. Бороться с нечистью, в любом варианте. Как человек может. Опять-таки, я не призываю, чтобы люди выходили с дубинками, били, молотили, как раз этого и ждут. А именно бороться нужно другими способами. И самое первое, очень важное, ценно, это пробуждение людей. Если люди не проснются, все остальное, бесполезно. Следующий вопрос. Будет ли в ближайшее время, в возрасте, в будущем, 50-100 лет, переход с человечества в новую физическую, и новую форму жизни? Ну, это, знаете, откуда пошло? Ну, это, наверное, большинство идет, информация идет от Блаватской, информация, которая попала из книги Тания, это одна из священных книг иудеев, где, говорится, только для хасидов, которые элиту иудеев составляют, их всего 600 тысяч на земле, вот, когда земля погибнет, и все сдохнут, все по терапевтической оболочке, вот они, хасиды, верные, тоже сдохнут, но они придут в бестелесную форму существования, когда они будут существовать без физического тела. Это в книге не я придумал, это написано в книге. То есть им уже, вот, элите иудейств, которые стоят во главе паразитической системы, вбили в голову, что они тоже помрут, но вы помрете тоже, но все остальные исчезнут, а вы останетесь на новом качественном уровне. Ни на каком качественном уровне они не останутся, потому что для того, чтобы существовать без физического тела, такое возможно, когда сущность может существовать и развиваться дальше без физического тела. Для этого сущность должна пройти определенный эволюционный путь развития, минимально критически достичь, когда уже физическое тело не является необходимым для дальнейшего развития. Ну, ни один из хасидов даже близко не приблизился к этому уровню. но что это значит? Это значит, что им уже на уровне подсознания, потому что большинство миллиардеров, триллион нервов, именно хасидов, знаете об этом, да? Заложена программа на самоуничтожение. Они уничтожают себя и всех остальных, и все, что они делают, ведут к этому. Вот вам простой ответ. А то, что форма существования, опять-таки, форма существования не в том, что переходить в другую форму. Другая форма возникает, ее, в принципе, нет. Есть просто развитие той формы, которая существует, и она находит другой уровень развития. Но для этого нужно развивать ту форму, которая есть. И только при определенном уровне развития человек уже после гибели физического тела, ну, не обязательно человек, может существовать без физического тела и действовать уже на полную катушку, не воплощаясь заново в физическое тело. Но для этого, опять-таки, нужно протепленный уровень развития. Без этого это невозможно. Так что дурят и золотой миллиард, который пытается сообщить, что вот выживут только золотой мир, помните, да? И так далее. Все это бред всего кобыл для того, чтобы дурить тех, которые должны еще делать грязную работу. Вот сказать, вот вы делаете грязную работу, и вы упадете в золотой миллиард, а все остальные погибнут. Ну, и золотой миллиард не будет, потому что даже те, кто золотой миллиард собирают, они уже сами готовы себя, импиненталитет уже настроен, на самоуничтожение заложенной программы. Так что вы делаете выводы. Насчет магиенического уровня сущности. Ходят и спрашивают, вот, а если сущность, которая была в Руси, появится в сущности иудеи, там, и кого-то другого? Может быть такое? Может быть такое. Потому что, к сожалению, и сущности, многие сущности и в Руссии, сидящие сейчас, уже мало отличаются от сущностей, которые сидят у тех народов, которые имеют ниже эволюционное число, не хуже, как пытаются сказать, что они недоразвиты и так далее. Как я говорю, младенец, подросток, зрелый мужчина и старик никто ни лучше, ни хуже. Они просто находятся на разные этапы своей жизни. Так и каждый народ имеет свое эволюционное развитие. Младенчество, подростковый возраст, зрелый возраст и уже старческий возраст, ну не старческое вымирание, а древний. Так вот, естественно, может быть сущность. У меня была такая ситуация, одна из сущностей моих семинаров в Америке была из сабров, это палестинские евреи, которые никогда не покидали Израиль, палестину точнее. И все они там нищие, между прочим, почему-то. Понимаете, почему, да? Бедные люди жили так же, как и все остальные. Ну и вот, когда мы говорили, я объяснял суть паразитизма, в том числе иудаизма, и она говорит, вот это далее, вот она училась на раввину, в школе раввина. Вот, я говорю, а хорошо, я говорю, давайте, посмотрим, назовите деяние того же самого Моисея, хоть одно деяние, которое было благо, все-таки на уничтожение и разрушение. И искать было нечего. И в Торе, и в Ветхом Завете то же самое. Я говорю, а теперь, вот, вам домашнее задание, чтобы не сказать, что я на вас повлиял, вы придете домой и просто посмотрите, просто я кое-что сделал для него, она могла видеть в прошлом воплощении свое, посмотрите свое воплощение. И она приходит еще раз с такими глазами. А вы знаете, я посмотрел, один раз я была эскимосом, а один раз я была, мне кажется, это, как говорится, в России, потому что я видел могилу в свое прошлом воплощении, и там было написано Вя-Вя-Вич-Слав-Ви, потому что трудно произнести им наши имена, а с вами старые имена. Говорит, да, это славянское имя, русское имя. Так что вы, так вот, кто вы? Еврейка, русская, эскимоска или попуазка, к примеру, да? В принципе, важная генетика всегда реагирует, сущность входит в ту генетику, которая ей тождественна. Если сущность входит в такую генетику, значит она гармонична в ней. В некоторых случаях входит сущность более высокого уровня, но тогда входит промежутие сущностей, чтобы позволить ей выйти на другой уровень. Получается, дело в том, что когда в результате катастрофы и потом влияния паразитов и наши с вами люди тоже были опущены на уровень примитивности, то, извините, чем лучше примитивность искусственная, примитивность естественная, ничем не лучше. Когда генетическая память спит, полная катушка, заблокировано все. Вот поэтому сначала память открыть, разблокировать, чтобы люди осознали и пошли вперед. Вот тогда будет совершенно другая ситуация. А пока, к сожалению, мы имеем то, что мы имеем. Мы должны ждать у моря погоды, ждать, когда люди станут сами. Как же они станут, если не дают им ничего, чтобы встать? Поэтому те, кто пробудился, я считаю, те, кто проснулся, долг проснувшись, помочь проснуться другому. Иначе теряется смысл. Следующий вопрос. Ну, это вопрос такой, на теле появляются царапины сами с собой, без механического поведения. От чего такое бывает? Ну, это может быть множество причин, я думаю, что сейчас не стоит их разбирать, потому что я думаю, это для всех будет интересно. Следующий вопрос. Некоторые говорят, избавьте нас от паразитов, а также от блокировок. От блокировок-то я могу убрать, но паразитов, если вы их сами лелеете, если вы позволяете паразитировать, как же их можно убрать? Вместо одного паразита залезет другой. Вы думаете, святое место пусто не бывает. Поэтому моя задача как раз помочь вам проснуться, чтобы вы не позволяли паразитам садиться вам на шею. Вот это я считаю правильным делать. Блокировок тоже можно помочь. Это в конце встречи нашей я это сделаю. Следующий вопрос. А паразитам нужно бороться пробуждением. Вот этого не бояться. Если люди проснутся, и тогда уже это будет единая система, когда люди начнут понимать все, и паразитов не позволят паразитировать на себе, и они сами вымрут, потому что им некуда деваться будет. Ну, нужно помочь немножко вымереть, понимаете, да? Ну, это уже другой вопрос. Ну, это уже вариант забавный. Так, моя дочь Анна восприняла ваше знание книги и сняла нательный крест. А ее красный муж, ярый христианин, принуждает ее этот крест носить. Конфликт, пожалуйста, если можно, снимите христианское лосо с этого креста. Пусть крест станет просто бюджетерией. С благодарностью. Пожалуйста, не проблема. Если это дело принесет мир в семью, ради бога. Оборот такой, конечно. Не совсем по общей тематике, но, доусловно, отвечу. Недавно на Руане появилась статья «Рак исклечивает и лечить грибковые заболевания». Где рассказ о докторе Толе Самунчане и его методе в лечении рака, в том числе, с помощью обычной пищевой соды. Какое вашего мнение? К сожалению, на Руане размещается информация не всегда проверенная. Просто люди присылают разную информацию, и она размещается. Этой статьи уже нет, потому что это бред сего кобыла. И там, насколько мне обратиться с этим вопросом, там клан Рокфеллеров и другие, они давно этим пользуются и так далее. Там можно сказать, что в клане Рокфеллера от рака умирало несколько человек. Вопрос. Если они имели тайну у себя в руках, эту, как вы думаете, они умерли бы от рака? Думаю, нет. Правильно? Просто это Деза, пускается. Люди просто иногда бывают, не вникая, о, интересно, вот такое решение. Но, к сожалению, для того, чтобы понимать, где есть Деза, где есть истинная информация, человек должен иметь определенный объем информации, довольно-таки немаленький. И если этого информации нет, человек может попасть в ловушку, которая осталась. Интересная информация, на самом деле, это лутка. Следующий вопрос. Насчет Телегонии тоже это сделаем в конце встречи. Я тех, кому это нужно, сделаю. Но, опять повторяю, буду делать только один раз. Потому что если придет человек второй раз, с тем же проблемой не сообщит об этом, это не значит, что я буду работать с теми, у кого есть, у него снимется второй раз. Это мне четко отслеживается. Так что я сниму, но если вы поняли, что такое Телегония, то сняться будет только тогда, если уже больше, не будете создавать Телегонии эффект. Следующий вопрос. В славяно-арийских ведах написано, что темные силы решили отдать людей бесам. В книге Мартыненко написано, что при посвящении у масона человек вселяется, инфицируется сущность, в кавычках бес. Здесь правильно ли я понимаю, что отдать человека бесам и посвящить масонам – это одно и то же. Ну, во-первых, понятие бесы, в том, в котором пишется в славяно-арийских ведах, совсем другое значение, которое понимается сейчас. Там тоже пишется понятие Кощей, помните, да? То есть существует иерархия темных сил, в которых есть имена. Кощей – это не один, а много. Это князь и тьмы, так сказать, это высшая иерархия среди темных сил. А бесы – это разные уровни бесы, это просто как звание от генералистимуса до солдата. Понимаете, вот идет такой бес, это в славяно-арийских ведах одно из званий иерархии черных. Темных. Это первое. Потому что путаются два понятия. Я не читал книгу Мартыненко, но пишется, что в масоны человека встеляется, инфицируется сущность. Для того, чтобы ввести в другого человека сущность, неважно, какой в данном случае, человек, который это делает, должен иметь довольно высокое уровень развития. Без этого уровня развития это сделать невозможно. Большинство масонов никакого уровня развития не имеют. Понимаете, да? А есть действительно уровни высокого развития, и там есть и светлые, и темные. Так и везде. Поэтому, когда говорят о всех, тоже неправильно. Потому что есть и светлые люди, и темные люди. И они между собой борются, гибнут за разные цели. Поэтому говорить о том, что вот все плохо и все хорошо, неправильно. В том же самом масонстве там существуют и светлые силы, которые действительно борются за добро. Только понимание масонства складывается из тех пониманий, которые выпускаются именно сознательно, для того, чтобы заполнить мозги. Но там тоже дуристики много. Особенно в Америке. Американцы, как в той песне про дикарей, помните, который в «Брянте руки» пел. Там живут несчастные люди, дикари, но живут с ужасной, доброй внутри. То есть уровень примитивный. И там ловкие дельцы придумали зарабатывать денег. Вот они богачам, у которых большие кошельки, а кроме кошельков у них ничего нет, а вот им очень хочется быть в каких-то тайных обществах, там занять какое-то положение. И там существуют расценки. Почти как в государстве у нас должности, начиная от премьер-министров, вторых лиц и так далее, министров и так далее. Хочешь, плати столько, получишь ты должность. И вот эти умники, богатенье буратинок, просят закопать, чтобы дерево выросло. На гуманетке будут расти, понимаете, да? И вот им предлагают, заплати такой день, получишь посвящение. И эти довольные получения дают какие-то бумажки, которые фальшивые в самом начале, и они считают себя масонами. И потом проводят через идиотские ритуалы, в гроб кладут и так далее, и так далее. Это просто для идиотов, у которых толстые кошельки, и кроме кошельков ничего в мозгах нет. Потому что я не знаю о деталях масонских ритуалов, но у меня была одна слушательная семинара, которая сама из одного из кланов африканцев, которые в течение тысячелетия правили Африкой. Пять кланов, которые правили Африкой. Она из одного клана змеи, не самая главная, и тысяча лет ее семья и члены семьи занимались вуду, и так далее, и так далее. Мне много пришлось объяснить, чтобы дать ей понимание, что на самом деле вуду есть. И она потом перешла, надеюсь, так и состалась после того, как я уехал оттуда. Но, что интересно, она рассказывала мне о ее посвящениях, ступеньках, как ее проводили по ступенькам посвящения. Вы знаете, так сказать, эти бредные масуны мелко плавали. Первое посвящение ей было пять лет, когда ей дали нож в руки, от себя, от грудь держащей, вот так. И добровольная жертва, женщина, должна была себя принести в жертву, нанизаться на этот нож. То есть маленькая девочка сидит, представьте, с ножом приезжает ему к груди, лезет вперед, и вот молодая женщина, добровольная жертва, вот обнимает ее и пронзает свою собственную смерть, сердце умирает. Представляете, какое на ребенка действие? Это нужно, чтобы, когда в момент смерти открывается канал для связи с другими уровнями. И вот из того, что он держал, этот канал открывается. Следующее испытание. Ее закапывают в реальный гроб под землю несколько дней. Ну, конечно, друг его больше дышал, понимаете, да? И ребенок несколько дней лежит под землей в гробу. В реальном гробу. Ну как, нравится вам? Хотели бы пройти такое испытание вы? Не говоря о том, что, так сказать, к чему их подключают. Вот так, в детстве, в пять лет. Человек много понимает в пять лет? Думаю, не очень, правильно? И вот таким образом ее подключили к той системе, которая в Вуду занимается. Которая действительно, как я говорю, объясняла, что вы понимаете, что вам те сущности, которые вам помогают, которые вы обращаете за помощью, да, они помогают, но они помогают вам на, ну, скажем, на рубль, а вы платите за этот рубль миллион рублей. Адекватный обмен? Не очень. И потом, после долгого времени, она, я созрела, типа, давайте отключайте мне тех моих, так сказать, помощников, в кавычках. Когда я стал отключать ее, некоторые меня били основательно, те, кто ей помогал. Если они такие добрые, зачем же они бьют ее, правильно? Ну, не хочет человек, чтобы ему помогали, но это его право. Нет, они били. Потому что, кажется, так, они кормушки лишились. Поэтому и били, чтобы кормушка вернулась обратно. Но у них это не получилось. Так что думайте, выводы дальше делайте тоже. О! Как раз опять вопрос попал. Трансферацию мозга будете делать? Не буду. И знаете почему? Сначала нужно, чтобы человек был готов к этому. Сначала человек должен получить понимание, присоединение знаниям. Потому что без понимания, присоединения знаниям, преобразование мозга только гробит и его самого окружающих, к сожалению. Даже когда демонстрация в марте 2010-го была, когда семинары, я там делал преобразование мозга у людей и открывал на них возможности. И хотя я все говорил, объяснял, результат то же самое. Женщина, которая первый раз вышла, которую я никогда в глаза не видел, когда мозги открыл ей, она спускаясь сцены в первый раз в своей жизни, ни одного человека не вылечила, не зная ничего. Она говорит, давайте мне немедленно без руки и без ноги, я им буду выращивать. Руки и ноги. Ну, это о чем говорит? Люди зрелые. Понимаете, поэтому пристройка мозга – это еще и оружие, по всему прочему. Поэтому, когда сначала нужно страну освободить, это первое, сначала нужно, чтобы человек прошел и доказал, что он понимает, что он делает, прошел определенные тесты на понимание и на правильное понимание. Когда человек будет по ступенькам, по ступенькам проходить, а это не один день делается. Вот после того, как человек пройдет, и, к сожалению, далеко не все пройдут эти ступеньки тестирования. Вот те, кто пройдут, да, те, в дальнейшем, просто сейчас у меня другая задача, не несколько лет заниматься этим, потому что несколько человек, чтобы потом перестроить, подготовить, а они еще все равно будут зелеными войнами. Они не успеют подготовить, потому что страны уже не будет и мира не будет. Поэтому сначала нужно корабль, чтобы он не затонул, а потом уже думать о всем остальном. Так, ну, когда все, по-моему, не пройдет, вот тогда можно будет, если проводить определенные занятия, чтобы на понимание, и т.д. и т.п., и вот те, кто пройдут, сдержат все экзамены, реальные экзамены, и взятки не помогут, и блат не поможет, ничего не поможет. Вот когда те пройдут, вот потом те, действительно, будут получать перестройку и дальше будут проводить, так сказать, тесты и так далее, по мере движения вперед. Так что сейчас не будет. К сожалению, то, что делал в марте тогда, семинары, показали, что предупреждаешь, говоришь, все равно, каждый, как говорится, смотрит свои колокольни и плеват, плюют на то, что говорю имя, они считают, что они понимают лучше, ну, получается, как всегда, оказывается у разбитого корыта. Следующий вопрос. Насколько правдива информация в книгах Георгия Сидорова «Хронология эзотерической анализ современной цивилизации». Вы знаете, не читал, поэтому ничего сказать не могу. Я не люблю говорить там, что не знаю. Я прочитал бы, тогда бы я мог дать мнение, не сталкивался, не знаю. Следующий вопрос. Так. Это вопрос, наверное, будет интересен всем. Возможно ли самостоятельно избавиться от пагубного влияния, геопатологического влияния в доме, 19 этаж, 20 этажного дома? Подкладывая файл, есть шумнирующие предметы, не помогает. Боят и дети, и взрослые. Можно? Можно. И нельзя. Для того, чтобы самостоятельно изменить, необходимо нейтрализовать патологическую геомагнитную зону. Вот скажите, сидящие, вы понимаете, как можно изменить, нейтрализовать патологическую геомагнитную зону? Знаете? А вы понимаете, что такое, как возникает, какая природа патологических зон, геомагнитных зон вообще? Понимаете? Вот. Вы сами даете ответ. Для того, чтобы что-то изменить, нужно сначала иметь понимание природы, этого явления, это первое. Второе, после того, как вы имеете понимание, если оно правильное, конечно, понимание, второй момент, вам нужно иметь качество и возможность того, чтобы нейтрализовать. Если у вас все это есть, вы можете делать самостоятельно. А то, что болеет, это не только связано с влиянием отрицательных геомагнитных зон, особенно в последнее время с разными событиями пытались запускать очень много спутников с определенной аппаратурой, которая влияет на сознание человека, на его поведение. Но, как вы знаете, многие спутники падали. Понимаете, да? Именно падали те спутники, у которых была установлена эта аппаратура тоже. Но, кроме того, что на орбиту, еще применяют множество разных психогенераторов, которые устанавливаются, и через телевидение идет, очень мощно, и через другие вещи тоже, которые воздействуют, создавают у людей повышенную утомляемость, раздражительность, нервность и так далее. И такие приборы и снижаются, их делают новыми, опять ставят. Понимаете, да? Просто спутники дороговаты. А вот такие мелкие приборы, их много и проще создавать. И они продолжают создавать. Ну, по мере возможности они будут уничтожаться. Поэтому сам человек тоже может в этом случае тоже кое-что делать. Даже неважно, понимает человек или не понимает, чувствует или не чувствует. Человек может просто настроиться и представить, что вокруг него как бы сферическая оболочка защитная, его собственная. И что ничего негативного извне в него не проникает, ничего положительного из него без его согласия не выходит. Конечно, это не панацея от всего, но это все-таки в какой-то степени поможет минимизировать отрицательное влияние. Вот и все. Следующий вопрос. Ну, спрашивают здесь. Семь первичных материй в ваших книгах. Пять китайских элементов. Земля, воздух, огонь, дерево, металл. Три доши. Капха, пита и батта. И вопрос, что ближе к истине? Ну, это уже вам решать, не мне. Но опять-таки, семь первичных материй, это касается только нашей галактики. Только говорится о нашей галактике и нашей Вселенной, которые созданы именно семи первичными материями. Условно называем их первичными, потому что, чтобы базовое знание было. Наше, как говорится, суперстанство шестого порядка, шестилучевик, оно образовано с 14 первичными материями. И нашего типа, первичной материи, большего объема пространства не создает. Хотя первичные материи тысячи, миллионы, миллиарды разных типов. И они совершенно разные, вселенные и так далее, и так далее. Другого качества и так далее. Естественно, об этом я не писал. Не потому, что этого нет. Потому что, если я напишу еще, что первичные материи миллиарды, и что они создают миллиарды разных вариантов, легко будет понять, что к чему сложно. Поэтому нужно частями давать. Вот только касается того, что мы живем. Шестилучик – достаточно большое пространственное объединение, в котором миллиарды вселенной, как наши. Я думаю, достаточно большое. Это завершенная форма, где именно нашими первичными материями, которые нашего типа созданы, большего масштаба они существуют. Почему? Потому что даже первичные материи нашего типа существуют больше, чем 14. Но если они создают материю больше, чем 14 компонентов, больше, чем 14 первичных материй, то эта материя тут же начинает распадаться примерно так же, как происходит с устойчивыми и неустойчивыми атомами. Чем более тяжелый атом, тем он менее устойчив. Вот аналогия, потому что все на микро уровне, макро уровне, в принципе, оно едино. И вот когда есть устойчивые атомы, максимально устойчивые атомы – это золото, вы знаете, да? Потому что химическая активность минимальная. И трансуранные элементы неустойчивы. Почему? Они существуют в искусственном слуге в очень короткое время. Возникают, тут же распадаются. Так вот, если из привычной материи нашего типа создаются какие-то пространства, то они неустойчивые, тут же распадаются, потому что качественно они уже не в состоянии существовать по определенным причинам. А на том, что что правильно, это уже решать не мне, а вам. Потому что для того я писал книги, чтобы у людей возникло понимание. Если человек понимает, то он начинает разбираться, где есть истина, а где ее нет. Моя задача не сказать, что вот это истина. Моя задача – помочь человеку найти ее. Если найдет, я буду рад. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашиваю, по каким законам происходит рождение души, сущности? Близкли знания по методике Бронникова, те знания, которые издревле не владели на Руси? Ну, вы знаете, я не столь хорошо знаком с методикой Бронниковой, но кое-что знаю. Мне приходилось спасать людей, которые подали его систему. Понимаете, да? Обращались, приходилось вытаскивать их, когда они попадали в ловушке. Но я сомневаюсь, что его методика какое-либо отношение имеет к нашим предкам. Хотя потому, что происходило с теми людьми, которые не приезжали и просили их спасти. И как с ними вели представители Бронникова, и все остальные, когда они говорили о том, что их пожирают просто нас и все, как паразиты, и что им отвечали эти люди, я не уверен, что они вообще делают хорошее дело. И по крайней мере, 100% никакого отношения к знаниям наших предков не имеют. Следующий вопрос. Если бы отсюда, то получается одно стопки, а другие стопки не попадаются. О рождении души происходит. Это процесс, частично я описывал книги после обращения человечества, как эволюционно развиваются сущности. Вот это рождение происходит. То есть постепенно усложнение живой материи приводит к рождению душа. Даже у вируса существует, если образно говорить так. А вот более сложное и так далее возникает при развитии живой материи на дополненном уровне. Когда возникает разум, это уже особая форма развития живой материи и так далее. Так что это процесс не в один день. Хотя если вы понимаете природу явления, если вы понимаете, что такое сущность, точнее, нужно называть душа и так далее, ее природу, ее суть и так далее, то и можете творить, то, естественно, можете творить душу тоже. И она будет живая и так далее, и так далее, и так далее, и независима совершенно. Не будет голема, которая, как говорили, Балавадская оставала себя уродцам, которые ей помогали. Это бред сила кобыла. Может быть, создавала, но хорошего в этом нет ничего. Так что душа, вот почитайте, вот эволюционное развитие, это более подобное последнее обращение писал, как постепенно жизнь развивается, так постепенно идет формирование и развитие сущностей, то есть в живых организмах пока развитие не доходит до уровня развития разума, появления разума и так далее, и так далее. А процессы, они едины везде. Следующий вопрос. Вопрос хороший, думаю, все касается, да? Как правильно нужно зарабатывать или работать, чтобы зарабатывать денег в такое трудное время? Ну, чтобы правильно. Вы для себя должны определить, что вы не должны делать, в первую очередь. Знаете, написать, взять простой лист, очень хорошо, и две части разделить, что вы считаете не нужно делать, чтобы заработать деньги, и что вы считаете нужно делать, что вы можете делать, соответственно, своим пониманием, чтобы заработать деньги. И вот то, что вы напишите, что не нужно делать, отбросить. Если что-то останется на том, что нужно делать, чтобы заработать деньги, если такое останется, значит, выбирать деятельность в этом аспекте. Если вы не найдете ничего, нужно искать что-то, потому что всегда можно найти, так сказать, что-то, что нужно делать. К примеру, единственное, что я могу сказать сразу, с моей точки зрения, нужно делать то, что связано с созиданием, то есть созданием чего-то. Вот это никогда не промахнетесь. Если вы своим трудом что-то задаете, то этот труд и деньги, заработанные на этом, всегда будут честные и хорошие. Вопрос, что нужно делать, а здесь уже конкретно зависит от ваших талантов, ваших возможностей и местности, где вы живете. Потому что, допустим, если где-то в какой-то местности что-то делать, допустим, выращивать зерно, к примеру, и все это делают, то если вы будете выращивать зерно, то это, конечно, хорошо, но много денег вы не заработаете, потому что рынок заполнен. Правильно? Поэтому, если человек хочет найти что-то, чтобы делать так, чтобы действительно заработать честно по совести, то он должен сначала исследовать рынок, то, чего не хватает, чего существует дефицит, и заниматься производством того, чего не хватает, и тогда, естественно, он получит возможность заработать деньги и честным путем. Ну, а детали нужно в каждом случае отдельно проводить. Следующий вопрос. Вопрос хороший, забавный. Что представляет собой первичную материю? А что из себя материя представляет? Материя. Что свет из себя представляет? Вы свет можете пощупать? Нет, но вся материя создана из света. То есть, опосредо вы можете подсчутывать материю, вот, касаясь любого физико-плотного объекта. Потому что любой физико-плотный объект при полной аннигиляции переходит в свет, то есть из того, что он состоит. Поэтому свет вы можете увидеть, но аннигиляцию вы навряд ли увидите, потому что при аннигиляции, если увидите, то уже будет последнее, что вы увидите. Понимаете, почему? Вот. Поэтому, так сказать, первичные материи, они действительно являются теми кирпичами, которые создаются в нашей материи, к которому мы привыкли. Но первичная материя тоже материя. Опять-таки, я специально проводил эксперименты, когда мне было интересно в самом начале понять природу, вот, как что, допустим, создавал нескольких своих дублей. И я стою в физике плотный, и стоит несколько ряд моих дублей. И человек, который сознание смещал, я ставил задачу найти, где я настоящий. А из того, что я смещал человека, я смещал в определенном качестве. Человек подходит ко мне плотно, берет так руку мою, и не ты, доходит до того, где его качественное восприятие соответствует с тем дублем, который я создал. Он берет руку того дубля, щупает, говорит, вот это ты. Понимаете, человек пробовал мое физическое тело, хотя он тоже в физическом теле, но все его уровни восприятия я сместил на то качество, которое было в другом дубле моем. И для него мое физическое тело не являлось, ну, пощупал, пощупал, пошел дальше. Все прощупали, когда не нашел тот дубль, где я резоновал полностью. И тогда человек определил, что где я есть настоящий. А меня там не было. Самое забавное, когда первый раз такие штучки выкинул, когда после армии вернулся в халь, в который я работал, и посетил своих сокурсников, и дома, и посетил, мы учились с первого курса вместе, а потом по кафедрам разных сприцов, но тем не менее хорошо другу знали. И там оба они были с моей группы, с первого курса, который мы знали, потом в разных группах. И вот тоже, а, Муколин, ты чудяком стал? А что-нибудь показать можешь? А молодая женщина, она довольно-таки чувствительная. Я ее перестроил в мозги, ну, с трюки, с бумажками, денежки, это денежки, видите, да, вижу, и так далее. Потом решил попробовать, а дай-ка я создам, первый раз можешь, создам своих дублей, и чтобы она определила, где я настоящий. Создал? Я говорю, ну, першок, глаза такие, несколько человек стоит, да, одинаковых. Оказывается, ку-ку не у меня, оказывается, а у кого-то другого получается, да? Я говорю, ну, ты можешь подойти, определить, где я настоящий? Я говорю, а, не, а, тебя не может быть несколько. Ну, логика и сохранить, все-таки радиофизика, она по образованию, понимаете? Тебя, говорит, несколько не может быть. Но я тоже не лыком шитый, думаю, как мне вылезти из-за ситуации? Мне жуть хотелось узнать, как же она будет ощущать, ну, дубль хотя бы. Ну, я понимаю, как создается все, я убрал себя, что она меня уже не видела, и оставил один дубль, который стоял в стороне от меня, а ее муж сидит напротив, с такими же шарами. Я говорю, ну, теперь что, все в порядке? Да. Ну, ты теперь один? Я говорю, ну, конечно. Ну, теперь ты можешь проверить мне? Конечно. Она идет прямиком к моему дублю, хлопает по моему плечу. Говорит, ну, что, я тебя первый раз в день вижу, что ли? Хлопает по плечу, у ее мужа глаза еще больше вылезли. То есть, она не могла подойти ко мне, потому что было много дублей, потому что в ее сознание не укладывалось, как меня может быть много. Но когда я один, все проблемы решены. И получилось так, я ее обманул, обхитрил. И так понял, что если у человека сместить сознание в другого качества, он будет воспринимать тот уровень, как абсолютная реальность физическая, ничем не отличимая. Для него это единственное существующее объективное реальность. И все остальное не существует. Забавно? Забавно. Ну, дальше пойдем. Что представляют все божьи и организмы, метафоскорен, состоящие из девяти форм материи? Вот мы созданы, физское тело создано из материи семи. Так? Наши сущности имеют уровень развития, земной цикл заканчивается при наработке семи тел в сущности, то есть полный цикл земной. Так? Так. Почему семь тел? Потому что цикл земной, качественный барьер исчезает, когда мы нарабатываем из семи форм материи, можем нарабатывать только из семи тел, не больше. А потом дальше можем нарабатывать, уже из других форм материи. Чем отличаются другие существа от нас? То, что если они имеют физическое тело, то их физическое тело создано не семью материями, а, допустим, девятью, или десятью, или там одиннадцатими, или шестью, в зависимости от какой вселенной они существуют. И для нас мы их не будем видеть, потому что они находятся в совершенно другом качестве, потому что, примерно, что ты говоришь, как раз по получается связи. Но если существо будет иметь физическое тело из девяти материи, а наработано будет два тела у сущности, второе и третье материальное, или эфирное астральное, как привычное большинство, то эти эфирные астральные тела, второе материальное тело, ничем не будут отличаться от наших эфирных тел, сущностей. Почему? Потому что они будут созданы тем же самым первичными материями, только у них девять первичных материй, у нас семь. Вот и все. И в некотором плане сложнее завершить планетарный цикл развития, потому что, если нужно работать семь тел, то им нужно работать девять тел. Так что гораздо дольше и сложнее. Но это есть и преимущество, и недостаток, как все имеет, плюсы и минусы. Но это, думаю, сейчас не очень будет интересно, это может другое время когда-то будем говорить. Следующий вопрос. Да, здесь, конечно, такая ситуация. Если женщина подверглась насилию и произошла беременность, что делать в таком случае, рожать или делать аборт? Ну, к сожалению, насилие, это не нужно объяснить, что означает насилие. Но если так получилось, что возникла беременность, вопрос, а виноват ли эта сущность, тот ребенок, которая, так сказать, сущность вошла во время этого зачатия. Существует риск, что ребенок может получить часть генетики своего отца с такой же наследственностью. Да, но здесь вопрос, опять-таки, если это насильник, как говорится, уже профессиональный, скажем так, если он только, ну, уголовник уже постоянно носился, то это если патология или насилие, человек может подвернуть выпившим или под влиянием гормонов, тоже бывает, правильно? Вот здесь нужно разобраться, почему? Потому что у наших предков в этом плане существовал очень хороший закон, я считаю. Любого насильника после первого насилия, когда было насилие, лишали мужского достоинства, не убивали. Потому что прекрасно понимали, что через гены, эти гены могут передаваться потомкам. И, значит, дети будут тоже проявлять на генетическом уровне такую агрессию. И я думаю, это справедливо, потому что таким образом решается возможность увеличения числа поврежденных генов. Потому что насилие в любой форме недопустимо. Извините, если на то пошло, что проституток мало, которые, понимаете, да? Вот, если на то пошло. Но вопрос, убивать ребенка или не убивать, потому что это, конечно, уже решает женщина сама. Потому что убийство ребенка еще, может быть, хуже преступления, чем, потому что сущность в любом случае уже пошла, чем то преступление, которое совершил насильник. Поэтому нужно учесть множество факторов и уже решить, что действительно делать. Потому что здесь ситуация весьма непростая. Так что здесь это на решение женщин. А насчет насильников? Вот смотрите, сколько фактов. Насильников сажают в тюрьму, да? Педофилов, в частности. Отсидят в тюрьму, их выпускают. И что они продолжают делать? То же самое. Так почему, зная это, их сажают на короткий срок, во-первых? И почему не применяют кардинальных мер, чтобы они никогда больше не могли сделать такие преступления? И обычно насильники попадают не после первого насилия, правильно? Чаще всего. А после нескольких насилий. Вот просто я могу сказать, что мне пришлось так возмущаться, когда, опять-таки, когда я был в Сан-Франциско, там в аркотрассе сидел один насильник, который насилу, убивал насилу молодых парней. Ребята, гомосексуалист, плюс насилу убивал парней молодых. Значит, его держали в тюрьме одну, потом в дурдом отправляли. Он там лечился, выпускал, но опять убивал и насилу, потом опять отправляли несколько раз. То, когда количество жертв досило там 30 или 40 человек в общей сложности. Забавно, да? После этого ему дали приговор смертную казнь. Но самое смешное было в том, что когда был день его казни, Голденгейт, это золотой мост, все, наверное, знали, по фильму видели, да? Перекрыла толпа людей, которые требовали отмены смертной казни для него. Что нужно сохранить жизнь. Черт возьми. Оказывается, 40 жизней тех людей ничего не стоит, которых убил и насиловал. А сколько не родилось людей, которые были бы дети тех детей, их внуки и так далее. Это уже не 40 человек, а больше становится, правильно? И среди них могли бы быть люди, которые что-то весомое сделали для человечества. Оказывается, их жизни не стоит ничего. А вот жизнь маньяка, который действительно человеческий облик только имеет, а на самом деле человеком не является, оказывается, дорога. Вот, понимаете, вот хотел бы спросить, если бы кто-то, был ли среди тех, кто там на мосту выступал, хоть один родственник тех, кого он убил, изнасиловал? Как вы думаете, был кто-то? Странно почему-то. Вот когда собственную семью коснется, да, вот эти правдолюбцы, защитники свободы, тут же забывают, что, а как же это, а вот если своих не коснулось, то мы должны спасти жизнь. Кого? Мерзавца, который не имеет права жить вообще. И что, если бы правосудие было настоящим, после первого же его ареста его должны были лишить возможности вообще какой-то активности в этом направлении. Не обязательно убить. И тогда не было, допустим, 30 с лишним смертей дополнительных. Вот это псевдодемократия, псевдогуманизм. Оказывается, убийца, он не виноватый. Вот его в детстве кто-то изнасиловал, например, да, и он теперь мстил всем остальным. Или мама с папой, ему конфетки не давали много, сколько он хотел. И вот он обозлился, что ему конфетки не давали, и начал убивать всех направо и налево. Это так психологи, псевдопсихологи, оправдывают все эти маразматики, все этих уродов, выродков, маньяков, которые совершают. Они находят тысячи причин для того, чтобы объяснить, какие они замечательные, потрясающие люди. Ну, случайно убили десяточки, ну, еще двадцать убили. Ну, это случайно. Вот тот не так на них посмотрел, а он показал, что похож на папу с мамой, к примеру, да? Понимаете, вот эта вот фальшь, которая возведена в ранг гуманизма и демократии, справедливости, она просто меня уже возмущает до глубины души. Наверное, и вас тоже. Надеюсь, это не только будет возмущать, и мы все-таки добьемся, чтобы этой гадости не было. Следующий вопрос. А, возьмусь третьей стопки, которую я вообще не брал. Так, следующий вопрос. Вопрос хороший. Можно ли освободиться от последствий воздействия ГМО, ну, геномоинственных продуктов? Но, что можно сказать? В принципе, в какой-то степени, да, если вы начнете кушать здоровые продукты, то цикл замены ткани существует, и через некоторое время все вот эти измененные генетические моменты уйдут. Это первое, чтобы не добавлять нового. И второе, естественно, если вы владеете методом возвращения генетики к норме, что такое ГМО? Когда вы кушаете пищу, в продукты, в питание внесены гены, допустим, во что картошка вносит, кажется, гены этих самых скорпионов, кажется, да? В результате чего колорадский жут картошку не жрет. Но уже в генах картошки, которые мы кушаем, сидят гены не картошки, а скорпионы, которые, попадая на наш организм, начинают становиться строительным материалом нашего тела и тоже попадают к нам. Нужно нам это? Нет. К тому же, вы знаете, что интересно, что хотя картошка стала вторым хлебом сейчас в России, да? Что до Петра I ее не было. Знаете об этом, да? И что только после появления картошки у людей, живущих в России, появился диабет. Диабет. Знаете об этом, да? Нет? Дело в том, что картофель относится к семейству посленовых. Это сильнейшие ядовитые растения. Белина, слышали такую, да? Белина – это ближайший родственник картошки. Поэтому, когда человек кушает, особенно опасны глазки, ну, цветки и янки, это понятно, когда их стали, были картофельные бунты, потому что люди сначала ели семена и погибали от этого. И подавляют, потому что, нужно есть плоды, корнеплоды. Но корнеплоды, особенно корочка, вот содержит вещества ядовитые и глазки основные. Поэтому, когда человек кушает, даже как бы не обрезать нищая, все равно часть этих ядов попадает с нами, в наш организм и влияет на функции пожелудочной зарезы. И в результате этого мы стали тоже насилием. В Америке, в Центральной Америке, где родина картофеля, у них диабета практически нет, потому что для них это уже в течение тысячелетий выработалось, многих тысяч лет у них выработалось иммунитет и как для разные продукты влияют на человека по-разному. Поэтому, когда мы кидаемся на экзотические фрукты и овощи, это, конечно, интересно попробовать, да? но при всем при том, никто не объясняет, что когда мы живем в определенной климатической зоне, где растут определенные типы растений, наш организм привыкает и адаптируется к тем продуктам питания, которые мы можем получить в тех климатических зонах, где мы живем. когда миграция началась активная, это очень плохой результат провела, потому что люди стали перемещаться в другие климатические зоны, где совершенно другие продукты, к которым они лично на уровне генетики нет привыкания. И эти продукты начинают иметь побочные негативные, не только положительные. Хотя, конечно, попробовать ананас, особенно в Советском Союзе, помните, ананас там или банан, это проще было, а ананас или манго, это дефицит был страшнейший. Сейчас никакого дефицита нет, хоть что купи, но при всем при этом не нужно забывать, что наша генетика в течение многих тысяч лет, по крайней мере, сто тысяч лет мы на территории России живем, наши предки жили и живут, привыкла и адаптирована к той пище, которая произрастает на этой территории. И она для нас безвредна, по максимуму. Вся другая пища влияет на нас негативно. Примерно, это доказательство картофеля или не только? Следующий вопрос. Но это не значит, что картофель вообще есть не нужно, потому что иначе вообще не чужать будет, правильно? Но нужно, по крайней мере, не есть глазки зоны, и если, допустим, зелень появилась, кожура зеленая, такую картошку, картофель нельзя есть вообще. Но здесь вопрос такой, если говорить максимально объективно, то все ли люди действительно равны в своих возможностях, в развитии? Это дня рождения, сущности. понимаете, вопрос здесь, ответ и да, и нет. Все равны максимально реализовать себя на том уровне и пойти дальше. Потому что, действительно, все находятся, у каждого из нас разные сущности, разные генетики. Естественно, комбинации сущных и генетик совершенно разные. И реализовать нужно не дядю Федя, а саму себя. Вот в реализации самих себя все находятся в одинаковых условиях. Потому что каждый человек может, если правильно работать и правильно действовать, ну, развить себя, себя самого. То есть, достичь максимального уровня развития своей сущности, которую он имеет в данный момент. Не только развить до того уровня, который была сущность до входа в тело, физическое, при зачатии, но и продвинуться дальше. Если он продвинется дальше, а насколько продвинется дальше, зависит от него самого. он может в течение одной жизни продвинуться за столько, которые в другой жизни за миллиард лет не продвинутся. Все зависит от того, как он правильно, на какую-то тропу, какое, и нашел он, как говорится, золотое зерно развития, как развиваться правильно, или не нашел. Но каждый человек равен максимально реализовать себя. Только проблема в том, что нужно не смотреть, что там реализовал себе сосед, так, а максимально соответственно на том, что ты сам имеешь и то, что ты делаешь, и работать над собой, а не думать, а, вот сосед, знаете, как раньше, а, у соседа Волга появилась, да, у Хредийского, у меня Волги нет. Значит, кляузу мне напишу, что он там, тот, и тот. в большинстве случаев так правда и было, правильно? Воровал человек, тогда в советское время Волгу купить мог далеко не честный человек, чаще всего. Но, а не лучше ли бы человек занялся, понимаете, он же не говорит, что вот он-то плохой, потому что он Волгу себе имеет. Он говорит, а, у него есть, а у меня нет. Обратите внимание, да, с точки зрения зависти. Если бы у него самого была Волга, вы думаете, он на себе написал? Вот скажите, был ли случай, что кто-то, который купил Волгу, которого совесть замучила, вы знаете, я купил Волгу, ну, машину, так сказать, в то время, тогда была престижная Волга для молодежи, сейчас она ничто, а тогда была действительно хорошая машина. И вот я купил на ворованные деньги и прошу меня за это арестовать и посадить в тюрьму. Сказали, инвестиция полное имущество. Слышали такой случай? Я тоже странно, но не слышал. Почему-то кляузы писали чаще всего соседи. И не потому, что они возмущались тем, что у соседа есть Волга, и он нечестно заработал, а возмущались тем, что у него есть, а у нас нет. Вот это, думаю, что далеко не лучше качество, согласитесь. Поэтому и здесь нужно не тоже смотреть, ага, вот он добился чего-то в развитии, ага, а я не добился. Так если ничего не делать, человек никогда не разовьется. Человек не должен смотреть на другого, что он достиг, чего не достиг. Человек должен делать, максимально реализовать от самого себя. Это труд, колоссальный труд, и труд, и труд, и труд. Переосмысление, убирание собственных блокировок, собственных, ну, говорится, шаблонов, которые, человек сам создает, и шаблон, которые навязаны социальной средой, это нелегко нужно делать. И когда человек это делает, он движется вперед, и может максимально реализовать себя, и не только до того уровня, который был сущен до входа, и пойти дальше, и далеко дальше. И в этом случае он достигнет реализовываться в себя, и достигнет гораздо больше. Я всегда приведу тогда такой пример. Допустим, человек, один человек, допустим, мастер, супермастер создает мебель, допустим, супермебель, да, такой уникальной красоты, и так далее, и так далее, и так далее. А другой человек, тоже работает с деревом, но он такие вещи не может создать. И он, а, вот, типа, он такой вот, что хочу сказать. А тот человек, который создает супервещи, он себя напрягает на 5% из 100, которые он мог напрягать. То есть он мог бы создать что-то вообще супер. Ну, мне дело, зачем ему пыхтеть, если он так делает лучшее. Правильно? И кто, кто кажется правильным? Тот, кто создал супервещи, такую красивую, но на частичность своего потенциала, или тот, кто создал, пускай, табуретку, но в эту табуретку вложил все, что он мог, все свое умение, все свой талант по максимуму и выразил себя на 100%. Табуретка и то шедевр мебели, который создал тот человек, который на 5% себя выразил, не соземлемые вещи. Правильно? По ценности, материальные в частности. Но по ценности для развития, вот тот шедевр, который создал человек, выразил себя на 5% в себя, про чисто нулевой ценностью в семье по сравнению с тем, что человек, создав табуретку, но нарезал себя на 100%. Просто видите, как подмена понятия происходит в сознании. Не нужно ориентироваться на другое, нужно ориентироваться на то, что ты сам можешь достичь по максимуму. Ни дядя, ни Петя, ни Федя, ни сосед, ни там в другом стране, а именно как на это ты лично сам. И именно самая страшная борьба, это борьба с самим собой. Нужно убить дракона внутри себя самого. Не у кого-то, а у самого себя. Вот когда человек побеждает, когда человек добивается того, что он максимально себя реализует, он состоявшийся. И пускай это первая ступень, но если он сохранит такой же настрой в дальнейшей жизни, он сделает второй шаг, третий, и поднимется так, может не быстро, как никогда не поднимется тот человек, который реализует себя на 5%. Потому что реализовать нужно себя по максимуму себя, не чужого дяди. Поэтому говорю, и да, и нет. Потому что неправильный менталитет настроен. Почему нужно всегда сравнивать с кем-то? Вот он сделал это, он добился этого, а вот вопрос ставь себе, а чего ты сам добился? Никто не сдает, правильно? К сожалению. А что ты сделал для того, чтобы добиться чего-то? Ничего, но хочу. Хотеть, говорит, не вредно, правильно? Ему нужен действительно труд, огромный труд, и самое главное, не должно быть с шаблоном, чтобы человек мог освобождаться от шаблонов, чтобы он не был зациклен на чем-то, собственных шаблонах или навязанных шаблонах, я вот просто приведу опять очень удачный пример, как наш собственный опыт может страдаваться блокировкой. Я потом писал автобиографию свою, кто не читал, прочитает, а кто не слышал, просто услышит без чтения, но пример такой забавный. Когда я был мальчишкой, у меня был такой опыт весьма интересный, когда я лег спать, это было вечером, и вдруг я вижу себя, чувствую себя полностью, как сейчас сидящий здесь, на крыше своего дома, и почему-то день, не ночь, а день. и я стою у края стены на крыше, и мне желание оттолкнуться и полететь. А здесь сидит, я с деревьев падал, и не один раз, и знаю, что если прыгнуть и полететь, то полетишь только вниз, не куда-то в другое место. Это опыт чисто физического тела, но он сидит. Но при том ощущение было действительно ассорта красок, сочность красок несоизмерима, вот как вот сейчас мы видим, то есть яркость, сочность неповторимая. То есть такого здесь в реальном физическом мире нет. Но тогда не понимаешь, потому что тебя это, ты, с твоей сознанием там, и ага, не, голубчики, я не дурак, и я уже падал, знаешь, это. Пошел по ступенькам, спустился с крыши, спустился, вышел на улицу, вот здесь проще. Вот я разбегусь, попробую попрыгнуть и полететь. Если грохнусь, то с метра. Ну, это не большая проблема. Разбегаюсь, прыжок, и я чувствую, что я не падаю. Это мне уже удивительно, потому что в реальности всегда падало. Думаю, интересно. Думаю, а ну-ка поднимусь чуть выше. Поднимаюсь выше, не падаю. Еще удивительно становится. Еще дальше. Уже на деревне думаю, а вдруг сейчас что-то произойдет, и что-то там выключится, щелкнет, и я грохнусь. Это все равно работает, вот здесь. Пока еще низко, еще не страшно, а если повыше. Но все-таки желание двигаться или полететь оказалось сильнее. Я начал подниматься выше, и думаю, а бог себе, если открутится, открутится. И вот я поднимался, поднимался, и через некоторое время начал видеть тот дом, который я там жил. Ну, моя семья, мама до сих пор там живет, в том же самом квартире, в том же самом доме. И вот начал видеть все это сверху. Знаете, вот с птичьего полета и выше. И потом дальше, 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 и дальше уже не помню. То есть, потом утром проснулся и был удивлен, что это сон, не сон, я не понял. Ну, это полный выход сущности был из тела, как я понял потом. В то время я еще не понимал, это было ребенок еще. Но самое любопытное было другое. Через некоторое время я возвращался, вместе с мамой были в Москве, из Москвы летели Минводы, а наш дом как раз стоял там, где в Миннеральных водах самолет заходит на посадку, и он пролетает на наш дом и идет дальше и садится. Так посадочно, ну, траектория посадки. И так повезло или не повезло, не знаю, так сказать, что это больше считать везением. Наверное, случайность, но всякая случайная закономерность. И естественно, для мальчишки, когда я, кажется, второй раз сетел на самом деле, все равно любопытно. Я, естественно, сидел у кого-то иллюминатора, понимаете, да, и таращился вниз на землю. И вот уже сама садится, облачность была, она прошла, и тут я вижу наш дом среди облаков и другие дома точно так же, как я видел их, когда вот тогда был. Для меня был шок, я понял, что это не был сон, это была реальность. И вот после этого для меня перестало существовать, что, это понять, что это бред силу кобыл, что это, так сказать, это галлюцинация мозга, даёт что-то такое, потому что, когда получил такое подтверждение, мне просто повезло, что во время такого выхода как раз дом находился именно там, на том месте траектории, полёта самолёта, который позволил мне увидеть. Если бы не увидел, то, может быть, в другое время думал, что это просто странный сон. А это полностью подтвердило, что это не сон, а абсолютно реальный, что действительно я был вне тела, и поэтому я не падал, потому что, если бы я сделал то же самое в своём физическом теле, к сожалению, бы свалился. И то, скорее всего, потому что опять сознание сидит, но это особый разговор. Следующий вопрос. Сколько там времени ещё есть? По поводу телегонии говорил, время действительно течёт по-другому, по многим причинам. А третий, наверное, вопрос более интересный. Почему катары, владеющие сверху способности, не используя их и позволяя себя уничтожить? Так сказать, как раз Светлана в своей книге чётко показала, потому что Марию Магдалину убил тот рыцарь, которого захватили чёрные, он жертву оказал тоже, но суть не меняет, который якобы передал её последние слова, что она сказала, что нельзя применять насилие. Понимаете, да? И когда это было принесено, и якобы это были действительно слова последние, маргиналин, период её смерти, вот так называемых совершенных катаров, которые действительно владели очень многим, было навязано позицию, что они имеют права применять свои возможности даже для защиты. Вот это очень тонкая работа паразитов, которые пытались навязать. И христианство тоже самое делает, согласитесь? тебе удали по правой щеке, по целе вторую. Ты не должен сопротивляться, не должен бороться ничем, потому что это или ты грешен, это твой грех, ты должен его заплатить, или ты испытание, которое Бог тебе посылает, ты должен смиренно терпеть. Что бы с тобой не делали? Убивают тебя, убивают на силу твоих дочерей, жену дочерей, убивают тебя твоих сыновей, ты смирно терпи это. Это же самый принцип, понимаете? Паразиты очень делались и хитрые, и подлые. Паразиты превратились просто беспомощно, потому что они считали, что не имеют права применить свои силы против противника. Но можно по-разному применять силы. Допустим, в этом плане я могу привести притчу, которая отражает, как можно применить силу и при этом не быть убийцей. Притча такая, что три мастера соревновались, кто из них лучший мастер по борьбе, по единоборству. Первый мастер стал в центр круга и люди стали бросать камни. И он так быстро двигался, что ни один камень в него не попал. Люди стали хлопать ему в ладоши, восхудлять его в мастерство. Второй мастер стал в середину круга, люди стали бросать в него камень, ни один камень до него не долетел. Люди стали хлопать ему в ладоши. Третий мастер стал в центр круга и ни один камень в него не полетел. Кто есть мастер? Понимаете? Понимаете, силу можно применять не обязательно, хотя иногда случаи бывают, когда необходимо применять силу адекватно, но всегда должен быть адекватный ответ. Но, вы знаете, когда на меня организовали покушение неоднократно, приходили люди, допустим, нашим спецназовцам или специалистам определенного профиля, дадут досье, где написано, что вот сидит мерзавец, который печать нигде оставит, приведут документы, что вот в бумагах. Откуда человек знает, что это правда или неправда, правильно? Ему говорят, что он обсуждает опасность для Родины, и ты, как патриот, должен его ликвидировать. Вопрос, кто виноват? Исполнитель, который не понимает, что делать, потому что его обманули, или тот, кто его обманул, кто виноват? Тот, кто его обманул, правильно. За что наказывают того человека, которого послали к исполнителю? И когда послали таких, одно время послали людей, потом перестали послать. Почему? Я долго думал и пришел. Мне надоело постоянно решать, там, яды вошли в те, это их нужно быстро решить и так далее. Я просто создал защитное поле на большом расстоянии вокруг себя, туда-сюда, везде, во все направления, что когда только человек с такой задачей входит в пределы, у него все стирается, он забывает, о чем пришел. Не только стирается, еще мозги ставятся на место, и он начинает понимать, что он не на тех работает. И самое интересное, когда такое было сделано, они еще по привычке послали, несколько человек попав в такое, они становились соратниками и воевали против системы, которая их послала. После этого перепугались, перестали послать. Они боялись, что кто приблизится ко мне, того я зомбирую сразу. Вы тоже все зомбированы. Вы знаете, что вы еще не пришли, а вы были зомбираны уже. Знаете об этом, да? Ну, конечно. Они боятся приблизиться сами, потому что боятся, они понимают, что, так сказать, и все. И они могут уже быть не такими, они не хотят. Потому что у них свои цели и задачи. Потом технику стали применять, ну, после того, как несколько раз техника... Стали бояться, дороговато. Ну, все равно продолжают. Ну, ничего. Это тоже, когда теряют миллиарды и миллиарды на то, что они создают, придумывают разные гадости. Это есть и негативность, и плазитивная. Почему? Когда придумывают некоторые новые вещи, ну, как мне убрать с этого света... Правда, в газетах это бы не пишут, что там... Неудачная попытка ассоцинации, убийства, ликвидации Левашова. Один раз, правда, мне один человек позвонил, которому позвонили из МИДа. У них там знакомые были. Это был, вроде, какой год? Десятый год или... Нет, прошлый год. Перед 16 июня, кажется, саммит, сам первый год был, да? Саммит, 16 июля был, да? Или июня, точно не помню. Июля, кажется. Так вот, 16 утром мне человек говорит, ты, говорит, живой? Я говорю, а что, я уже умер? А ты знаешь, мне позвонили из МИДа и сообщили, что Левашов был ликвидирован. Говорит, да? Да вроде еще и тута. Или, может, я умер еще, не понял. Просто они решили сделать подарочек саммиту. Ну, я им кровь порчу все-таки немножко, мне кажется. Потому что, действительно, 14-15 в одно и то же время, потому что наносился очень мощный удар нового типа, весьма неприятно. То есть, почему в одно и то же время, один раз, может быть, случайности удар нанесли, а второй раз четко определил. Потому что, когда спутник проходит на точке, в это время проходил удар. Удар был хороший. Первый раз я его перенес, и второй. И потом разработал противодействие, естественно. Выжил. Ну, хорошо. У кого-то зубы нервы дергал когда-то. Приходилось чувствовать. У меня редкое такое явление бывало. Один раз в жизни. Когда зуб мудрости удирали. Больше не было. Но вот теперь представьте себе, когда у вас головной мозг и до копчика все это пульсирует вот так, болью. Весьма серьезно. Вот пульсирует. И, знаете, сжимается, сжимается. Ну, надо сказать, малоприятно. Но из-за того, что я уже привык вытерпывать боли, и весьма неплохо, то меня убить был просто болевой шок. Ну, не убил. Ни один, ни второй раз. Но они были столь уверены, что уже после... Если первый раз выжил, но еще не очухался, то на следующий удар в то же самое время уже мне доберет точно, и я буду трупиком. Но, видно, толстая кожа у меня оказалась. Нет, получилось. Но уже такая информация с МИДом. Сообщили, позвонили. Видите, в МИДе ходила информация, что Левашову ликвидировали. Ну, пока еще нет. Хотя не значит, что они прекратили попытки. Хорошо, следующий вопрос. И сколько там осталось? Еще Нюшка есть. На один вопрос есть вопрос. Отсюда. Что-что? Как кошка с мышками возникнет. Ой, надо полезно. Вы знаете, правильно всегда действовать так. Не позволить противнику думать, что они, так сказать, придумали, нашли что-то такое супер, что все. И в нужный момент просто сделать то, что нужно. Потому что если ты сделаешь раньше этого момента, они найдут другой вариант. Правильно? Если ты уберешь третий вариант, четвертый вариант, пятый, десятый. А когда они уверены, что ты дурак, ты ничего не видишь, а ты это, думаю, изучил, все это, ты, думаю, знаешь. И вот когда критический момент подходит, когда должно быть то, что они должны запустить что-то. Ну, не в отношении меня, в частности, а в отношении там действия на массы и так далее, что происходило в определенной недавней времене тоже. Я просто именно в тот момент, когда они хотят запустить эту систему, я ее отпустил. Нейтрализую. И у них нет времени, не время не подготовить новое. И мне не нужно тратить время на поиски решения, как решить каждую новую задачу. Потому что, может быть, оказывается, времени недостаточно, как они ее применят за эту систему. Потому что решения готовых, типа, где розетка, где здесь розетка, да? Два пальца в суну, потрясло, решение готово. Это как некоторые, нужно включиться в информационное поле, и информационное поле все выдаст, все там есть. Да ни черта подобного. В информационное поле не включайся, ты происходишь поиск, и если люди просто не понимают, что происходит, отдают неправильное понимание. нужно, сначала нужно для того, чтобы решить задачу, нужно найти, поставить задачу, что ты ищешь. Так сказать, пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. Понимаете, что это невозможно сделать. И вот в этом плане, потому что уже времени остается мало, потому что провести там процедуру, я придумал такое, что бить ее, не быть ее, а бить ее, определять сознание. Почему? Да, это не скорискованный вариант, но зато весьма эффективный. Почему? Потому что, когда ты что-то делаешь, когда ты развиваешься, ты развиваешься, то, что наткнулся, то, что столкнулся, к чему пришел сам, там, догадка, недогадка, наткнулся в любом случае. При этом, это не значит, что ты наткнулся на все. Твои враги, они не лезут там, где у тебя броня крепкая и танки наши быстрые, да? Они ищут где от тебя слабинка, где вообще брешь есть, чтобы ударить туда. Ты об этом ничего не знаешь, потому что ты не сталкивался с этим. И вот они начинают тебя бить. Неприятно, естественно, но очень полезно. Почему? Они бьют именно там, где ты слаб, где у тебя нет ни понимания, ни качества и так далее. И, конечно, тут существует аспект, что нужно время, как можно быстрее, чтобы найти решение для того, как тебя уничтожит. Но в чем плюс? Как пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что, невозможно. Но когда тебя начнут бить, то когда начнут бить, воздействуют на тебя реальность. Вот чем-то тем, чем бью, уже частично входит в тебя, и ты через это можешь найти то, не знаю что. то, понимаете, да? И теперь нужно проанализировать, найти решение, создать новое качество и так далее. Нарабатываешь новое качество, а создать что новое, может, ага, здесь вот это, вот это, и добавить еще, создать еще что вообще новое. И потом их, и все. Правда, это несколько рискованный способ, потому что бьют туда, где ничего нет. Но каждый раз они открывают еще новые, новые бреши в тебе. И твое развитие ускоряется во много раз, потому что саму наткнуться на что-то такое, ну, проблевать, потому что пока ты не столкнулся с такой задачей, ты не знаешь, что это, как ее решать, пока ты не наткнулся на нее. А так тебя тыкают туда. Ну, правда, тыкают весьма приятно, в кавычках, болезненно и рискованно для жизни. Но тут или ты, или так. Или так, или так. И пока мне везло. Ну вот, к сожалению, опять-таки, хоть и довольно-таки много вопросов, но далеко не все, которые пришли. Но я, как говорю, стараюсь прочитывать. И когда отбираю ответы на вопрос, стараюсь выбирать те вопросы, которые интересуются, заинтересуются большинство пришедших на встречи. Да, вполне возможно, потому что то, что происходит, зал здесь небольшой, найти зал, в большинстве случаев многие залы нам отказывают в том, чтобы проводить мероприятие. Просто говорят, для вас у нас место нет. Ну вот, а этот зал, по крайней мере, нас пока не выгоняет отсюда, надеюсь, не будут выгонять. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время, чтобы не создавалась такая вот, чтобы не было стоячих людей или там вот фойе, может быть, даже придется по два раза в месяц проводить встречи с читателями, чтобы люди не стояли, а сидели нормально по-человечески. Но об этом будет сообщено на сайте по такому варианте, когда это будет возможно сделать. А сейчас, в остальное время, проведем то, о чем мы говорили. В первую очередь, это сказать, женщин, которые хотят избавиться от последствий телегонии. Делается только один раз, как, знаете, самое лучшее лекарство против головной боли. Знаете ответ? Гильотина. Один раз применяю. Здесь тоже я применяю только один раз. Только не голову отсекаю, а убираю последствия. Второй раз очищать не буду. Все, кому проблемы существуют, пускай настроятся, я поработаю. Готовы? Поехали. Телегонии брыкается. Шучу. Ну, видите, рассмеяюсь хоть хорошо. Так, ну вот, готово. Теперь, та женщина, которая говорила о беременности, ну, вызванной, я просто подумайте, постараюсь вам помочь, чтобы убрать все негативные последствия факта насилия и убрать возможное негативное влияние генетики насильника. Если вы хотите, просто подумайте, не хотите, вы приняли другую решение, с вами ничего не произойдет. Но если хотите, я про помочь. Или подумайте о том человеку, у которого это произошло. Да, и неожидательный Телегонии, этот эффект тоже убрал. Следующая часть, это, значит, прости, значит, блокировок. Это уже касается всех, но сегодня вроде не о поступлении вопрос, может, не читал, о последствиях абортов для женщины. Такие необходимо съездить убрать? Или все очищены уже? Не все очищены последствия, да? Хорошо, значит, теперь женщины перед 8 марта нужно сделать приятные же. Так что давайте, у кого есть, кто по неволе, не понимает, делал аборты, подумайте, настройтесь, я постараюсь все это компенсировать, убрать, чтобы ни для вас, ни для кого другого это не было проблемой. Поехали. Готово. Ну, а теперь уже все. Дискриминация закончена, теперь мужчины привлекаются. все, кто хочет избавиться от блокировок, я постараюсь помочь. Кому-то, может, это эффективно будет с первого раза, кому-то не потребуется. Несколько раз, зависит от того, насколько сильно блокировка засела к человеку. Но, тем не менее, это работает для многих, по крайней мере. Все готовы? Поехали. Каждый подумает о тех блокировках, которые он хотел бы избавиться. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот. Ну, что, я... Наша встреча сегодня подошла к завершению. Я хотел бы вас всех поблагодарить, что вы нашли время прийти сюда и надеюсь, что это время вы потратили не впустую. Я желаю вам все-таки всем успехов, во всем здоровье, радости и победы всем нам. Спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok